Итак, мы начинаем первый в истории выпуск подкаста, которому я еще не придумал название. Первый пилотный гость у нас Гога. Для начала я тебя представлю. Самый известный ГГшник всей России. Единственный, кого вспоминают в своих спорах даже тыкинщики с калибурщиками. Прославился тем, что решал за чипы в релоуде и разъездами по заграницам. Но в основном релоудным чипом на самом деле. Потому что это именно то, как тебя вспоминают теперь всякие тыкинщики. Когда говорят, ой, это вот это Чарлоу Тир. И там частый аргумент в ответ. Ну, вон Гога же в релоуде на чипе выигрывал. И ты укрепись духом и жми кнопки. Да, популяризовать такого страшного. Что у тебя еще есть из достижений? Ну, наездил дофига, да. Не забывал, был. Было, да. Проставил галочку. Потом, так, я не забываю, Швеция, Канны. Еще раз. Швеция несколько раз. Канны. Что еще было? В Японии, собственно. В Японии. Вот. То есть богатый путешественнический опыт. Что сегодня пригодится. Ну, для начала, самый, конечно, первый вопрос. Это почему у тебя такой никнейм? Ох, это классический вопрос, я так понимаю. Ну да. Ну, все просто. Это производная, собственно говоря, от имени. Зовут меня Игорь. Там можно долгую цепочку протягивать. Типа там, я не знаю, Гоша, там, я не знаю, Гога от этого произошел. В общем, просто так меня зовут родственники. Ну, тоже. Как у японцев принято, там, называть себя Рю, умихара. Ну да, слушай, это, походу, секрет скилла. То есть, если у вас никнейм образован от вашего настоящего имени, вы будете играть как Гога или как японец, что. Так что, это секрет успеха. Уже один мы открыли. А еще сколько? Пять минут не прошло. Три минуты не прошло. Мы бьем все рекорды. Второй у тебя такой же общий вопрос. Узнаем мы тебя как личность сегодня вначале. Почему ты вообще играешь в файтинге? Тем более настолько долго и серьезно. Почему, я не знаю, ни Контра, ни Дота, Вов? То, где появляются настоящие скиллы, задрозство, да? Нет, ну, файтинге. Ну, еще с того, что мне это безумно нравится. Как вот писали многие заграничные, забугорные файтеры, там, Джастина Вонга и так далее. Я с ними соглашусь, что главное отличие от файтингов, от других дисциплин, типа Доты, да? Там, Контр-Страйков. Это, собственно говоря, скилл борьбы один на один с соперником. То есть ты один и противник у тебя один. Здесь идет какой-то такой своеобразный диалог, угадывание, то есть менее скиллом. То есть ты... Все зависит только от тебя, грубо говоря. То есть... Там зависит от того, как ты подготовился психологически, как ты подготовился, там, тренировал все комбы, грубо говоря, там, засмотрел все ролики, как ты вот матчапы изучил, как, там, будешь драться с этим соперником, с его персонажем. И нет такого фактора, что кто-то там, у тебя из команды, например, там, не готов психологически там все порить, да, там, из-за этого вся, вот... Весь матч рушится просто, там, еще какие-то факторы. То есть... Это такая вот борьба один на один. То есть концентрированный competition. Да, концентрированный. Без довесок. Ну и мне, собственно говоря, нравится двигать вот эти фигурки замечательные. То есть в отличие от того же битэмапа какого-нибудь или там от третьего лица там шутера, да, это то, что вот у тебя какие-то наборы ударов, приемов, и ты можешь строить различные вариации, как тебе удобно. И в итоге вот этот вот небольшой набор, но в итоге выглядит как что-то такое совершенное, такое лаконичное, красивое, что-то то, что создал ты, и очень круто. Ну да, окей. Guilty Gear был первым серьезным, или ты еще во что-нибудь там нашел? Серьезным, пожалуй, да. До этого были всякие Mortal Kombat, как положено, те же битэмапы там с лягушками, да. Но Guilty Gear как-то вот так завелось, что мы его нашли в 2014-м, в 2004-м году. В 2014-м, да, начало карьеры. Десять лет уже прошло, получается, здорово. Там в ноябре вышел на компьютере, как многие другие игроки Guilty Gear в России, я знакомился с этой игрой впервые на компьютере. Вот, и как так завелось, что у нас было три человека, и четыре, и вот всем нравилось, ну все сидели там, давай по меньшим, давай, покажи, что ты смог. Там Фист садился, это вот мой друг, садился там с его Потемкина, он начинал там просто крушить, громить. Я думаю, ну что ж такое-то? У меня, значит, чувство, такой классный персонаж, а он такой огромный, я ничего с ним сделать не могу, он уничтожает с трех ударов. Ну вот, тут началось такое, начинаешь изучать, что же я могу сделать такое, что я там могу вести, чтобы победить такое. Вот, и в итоге как-то начал там, сначала долго-долго догонял его, начали на равных, потом начали на площади, кто-то чуть дальше, кто-то еще дальше там выберется, кто-то обоен. Вот, но в итоге это какой-то такой азарт, азарт изучения, в общем, и хотелось побить своего друга, соперника. В общем, веселое занятие. Ну, короче, на самом деле можно отметить тему соперничества с другом в игру. Ну да, да. На самом деле, наверное, довольно частая тема, потому что Slayer Moon, который сейчас уже инэктив, но был клевым Сэфером в свое время, и Sexy Boy, который тоже был клевым Сэфером, начинали с того же. То есть, играли друг с другом, и очень хотелось друга победить. Да, то есть там в первоначале хватает одного-двух человек, чтобы уже было очень интересно. А дальше это вот начинает разрастаться, разрастаться знакомства, то есть там в комьюнити. Грубо говоря, что там вот тысячи и тысячи игроков играют в доту, и там компетишн, компетишн не хватает. У нас вот играет не так много людей, десятками зачисляется, да, но вот эта вот персонализация, эти вот количество персонажей, их наборы, вот эти вот возможности, которые есть в файде, в общем, они позволяют раскрываться просто бесконечно. Угу. Так, а ты быстро вышел на тогдашний аналог Fighting Crew, когда решил? Тогда еще корова была. Да. Вот, до коровы я там... Там куча сайтов было, там есть дослупы еще какой-то сайт был до этого. Game Combos тогда. Game Combos? Нет, Game Combos нет. Вот. Вышли, 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 вышли. По-моему, то есть мы вот в ноябре начали играть, ну там под Новый год у нас маленький турнир был. И, по-моему, вот где-то в июне, нет, чуть раньше, наверное, где-то вот в апреле, может быть, то есть там почти полгода прошло, потом, ну как-то вот случайно забрали на сайт. А, собственно говоря, это началось с того, что в журнале, по-моему, Игромании, если не ошибаюсь, или Навигаторе, мы увидели статейку по Галтигиру, все говорим, узнаем, что есть такое вот... Что, оказывается, известен еще кому-то, вот, и там, собственно говоря, была ссылка на корову тогдашнюю. Мы решили зайти, посмотреть, что там. Вот она, польза рекламы. Да, это было полезно. Так, ну теперь тоже важный тур. Составная твоя часть – это чип. Почему чип? Почему чип? Ну, наверное, самое банальное. Собственно говоря, выбирался он изначально, в общем, как один из немного адекватных персонажей в Гилд Тигире, то есть если вы себе представляете меню, тоже, и набор персонажей в Гилд Тигире, когда ты включаешь это главное меню, я уже почему-то тогда знал, что вот... То, на ком стоят иконки, это Сол и Кави, это, по сути, Рилл и Кен, за которым все играют, скучно. Брать их не надо. Не помню. Такой комплекс сразу уже был включен, вот, поэтому курсорчик поехал по остальным персонажам. Там попал на Фауст, я думаю, что тоже такое. Попал на Запад. Все, недоумение полное, что происходит вообще на экране. Там всякие потемки на огромные. Вот, попал на Чип, посмотрим, ну, вроде парень такой стильный. Руки, головы все на месте, как бы, вроде похож на нормальную персонажа. Выбираешь, оказывается, что он такой еще ниндзи-подобный, шустрый парень. Очень как-то сразу захватывает эту свободу, вот как он там летает, взобьет эти... В общем, такой скоростной стиляга. Ну и плюс мне очень нравится вот ниндзи, такой образ, такой американизированный немножко, таких свежестерстных людей. То есть, совпало многое, поэтому он так и прикипел? Ну да. То есть, смотри, такой тоже вопрос важный. Ты же один из мультифайтеров у нас. Ну да. До фидоса тебе, конечно, еще плыть и плыть. Ну это скорее от безделия какого-то, потому что Гилти Гир вот как-то, такой не очень популярный файтер. То есть, всякие стритфайтеры и Блазблю отросли просто потому, что ГГшников мало, и они тюлени? Ну примерно, да. То есть, я бы с удовольствием играл только в ГГ, тот же фаб какой-нибудь, да. Ну то есть, это уже к нам задача, значит. Чтобы тебе не было скучно. Может быть, но сейчас в последнее время задача выполняется, как я замечаю. Может, не так интенсивно, как хотелось бы, но... Ждем нового Гилти Гира, может, он изменит ситуацию еще интенсивнее. Рост добавит. Ну я думаю, да. Ну, рост, не рост. Ну, с другой стороны, что, рост, когда люди начинают что-то пытаться, тогда даже Аверкилл начинает смотреть во фреймдату. Да, да, это проверка. И Майя не хочет выигрывать. Это здорово. Вот, ладно, с вводной частью закончили. Давай уже про ГГ. Все равно, если не будет слушать, то ГГшники. Ну да. Ты из ГГшников, наверное, самый главный поездун по заграницам. Не хотелось бы заканчивать на том, что уже есть. Ну и я не ездил ни один. Мне кажется, кстати, ты ездил не намного меньше. Ты только со мной в Канны. Я не ездил в Канны, не ездил в первую Швецию и так далее. То есть многие, конечно, ездили тоже немало, но почти везде был при этом ты. Ну да. Из-за границ. Ну и какая-то была у тебя особая подготовка вот именно к выезду куда-то, особенно на СБО? Ну до СБО еще, да, когда там только начинали первые поездки, собственно говоря. Ну да. Какой-то особой подготовки не было в плане того, что мне кажется, я и так столько играл, что дополнительный там что-то вводить. Мне было настолько интересно, что я столько времени проводил. Я все свободное время проводил, собственно говоря, там играю. После школы, сразу после института, институтские года. Благо там спасибо моим родителям, что были деньги. То есть я прям горел желанием. Мне хотелось еще увидеть, повидать мир и, собственно говоря, проверить этих иностранцев, которые, собственно говоря, столько писали, столько визы выкладывали. Американцы, но на американцев я как-то не ориентировался. Ну любых иностранцев. Казалось потому, что любые иностранцы, даже не японцы, они играют лучше нас. Многие считают, я типа не выезжал. Поэтому был какой-то компетишен. Выехать, посмотреть своими глазами, пощупать. Тем более, как-то вроде как в России уже поставился. Ну да, к тому моменту уже был. Ну, бывший тогда патриотизм безумный. Представить страну. Да, представить страну очень безумно хотелось. И вот как все совпало. То есть были финансы, было время, был какой-то навык, было желание играть. И все это вместе дало то, что дало. То есть я безумно с удовольствием катался первые годы. Вплоть до Японии прям горело. Да, к Японии я старался готовиться, как мог. Ну, как я сказал, не знаю. Мне кажется, я так достаточно рубал, в общем-то, не понижая темпу. Ну, просто, смотри, Белял говорил, что перед Evolution играл, я не помню, то ли месяц, то ли даже несколько, по пять часов в день, каждый день. Да, ну, тут видишь, я, наверное, начинал чуть чаще людей собирать. По-моему, было такое? По-моему, было. Да, наверное, под такое-то дело. Да, нужно отметить, что Guilty Gate онлайн появился совсем недавно. И, тем не менее, мы тогда собираемся, сейчас собираемся. Стоит уточнить, в нормальных Guilty Gear, потому что, по-моему, Guilty Gate онлайн уже был, когда мы в Японию катались. Он не считался вообще. Ну да. Свой такой негушайничек, скажем. Да, вот еще, опять же, у меня опять складывается, что у меня есть место, где, да, дома. В общем, у меня есть желание принимать гостей совершенно. Мне это интересно самому, то есть, как и людей, как игроков, понимаете. Вот, поэтому, как бы, когда нужно, и я просто приходил с работы, там, с учебы, говорю, там, все, ребята, мы там по два-три, сколько, по три раз собирались на неделю, то есть, там, ты приезжал, по-моему, после работы. То есть, еще отлично все, у меня куча народ собиралась, то есть, опять, по жизни, там, человек от пяти до десяти человек, то есть, это все разные персонажи, и все хотели играть, в общем-то, там, и все отдыхали, и тренировались, все вместе, очень круто было. Ну, кстати, смотри, вот, ты собирал у себя хомфайты, да, там, с, ну, с повышенной или, там, обычной чистотой, и, как бы, был всегда в топе, и сейчас еще, сегодняшний был, и в топе, и собираешь их, и, смотри, Килл, когда, он тоже с этого нахел. Собирал у себя. Он тоже все собирал, и тоже тогда вырвался очень шустро наверха, то есть, сначала первый выезд в Москву, он там, по-моему, не очень зажег, но уже, там, второй-третий выезд, он взял первое место на ФВИ. Да, это пока мы не появились, да? Ну, да. Это брали. Я к тому, что, короче, это вот, для слушателей, хотите расти в скилле, зовите гостей. Да, причем, поначалу, там, ногой не надо, и вообще, как, а то, вот, те же москвичи у нас чего-нибудь, там, приходите люди, там, меньше трех не принимаем, да? Хотя, мне кажется, там, что было комфортно, а одного-двух выше, короче, хватает людей, поначалу, особенно. То есть, как, не надо отказывать от таких спаррингов, но долгих с одним и тем же человеком, да? Ну, вот, про долгих можно, кстати. Долгие, смотри, там, прям, есть целые полярные мнения, потому что есть, например, такой московский урок, как Жека, да, он играет с этой... За Аксель. Ну, он за Аксель играет, да, и к тому, что он играет с этой часами, там, сутками, наверное, если бы он кушать не хотел. То есть, я вот, зацепился как-то за него в онлайне, и мы начали играть, допустим, что-то там в 10, что ли, а закончили около двух ночи. Сумасшедшие. То есть, то ли 4, то ли 5 подряд у нас было часов. Вот, а есть люди, которые считают, что длинные сеты, это уже нет никакого обучения, потому что мозг уже замыливается, так сказать, и следит только за тем, чтобы глаза были открытыми, и не более. То есть, ты уже ничему не учишься. Да, в принципе, согласен с обувинством. Ну, здесь, смотри, здесь сеты, ну, какие долгие сеты? Вот, тоже в ФИСП, когда приходил, например, один, да, мы играли, там, скажем, час. То есть, мы играли час, потом, либо я говорил, там, перерывчик, либо он говорил. Мы шли, в общем-то, там, пели чай, что-то обсуждали, может быть, по файдингам, по файдингам, неважно, как-то расслаблялись. Потом подходили, может быть, там, ФИСП по жизни, там, любил включить тренинг-мод, включить, до сих пор любят, там, что-нибудь показать, что-то, там, новые фишки придумал, какие-то, там, комбы, которые, там, тяжело реализовать, например, в бою. Ну, и вот, как-то так, полчаса еще прокатывал, мы, в общем, отдыхали спокойно, да, такой, давай еще немножко, давай еще немножко, там, может, сет чуть покороче, или, если пошло, там, можно столько же. В общем, то есть, это не как-то, там, четыре часа сел, да, там, на попу прилип, и сидишь. Вот такие сеты, наверное, действительно очень плохие, то есть, когда, там, больше, там, часа играешь, там, начинается, особенно, поначалу, когда, там, только развиваешься, у тебя какие-то мышечные памятники начинают работать, да, то есть, у вас многие моменты повторяются по сто раз, просто потому что, ну, так вот, привыкли. То есть, действительно, как-то... Ну, да, да, мне кажется, такие длинные сеты делают только то, что они еще больше закрепляют те скрипты, которые у тебя и так самые частые. Да, да. И на выходе ты будешь еще более предсказуемым. Вот так, я думаю. Ну, или ты узнаешь, что против других персонажей, других игроков это не работает, и ты... В общем, потом уже узнаешь, когда вылетишь, нахрен, в топ-32, вот тогда ты поймешь, ой, а скриптов-то у меня недостаточно. Да. Так что, если вам мало прогресса, попытайтесь сменить сеты, например, такой подход играть, вот, 10 матчей, то есть, сел, настроился, взялся, там, укусил себя за щеку, 10 отыграл, максимально собрано, и все, и как бы кладешь, неважно, ты даже, если все 10 их проиграл, положил пат, или, там, стик, или хитбокс, клавиатуру, положил, а не бросил, и думать, типа, в чем можно улучшить. Как тебе такая мысль? Да, 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 согласен. На самом деле, очень много времени еще, помимо вот боев, да, таких вот, непосредственно с оппонентом, там, с компьютером, например, я думаю, вернемся еще к этой теме, много я обдумал в голове, то есть, как бы, какие-то проводил моменты, вот, какие-то вот, я запоминал, что вот там вот я не могу ничего там сделать, например, да, с персонажем. Как-то очень сложный момент, меня все, он прибивает, и какая-то, так, ситуация такая щепетильная, что я не мог оттуда, практически, там, без урона вылезти, да, я вот все время в голове обкручивал, обкручивал, какие-то, постоянно находились решения, то есть, я потом приходил, проверял в бою, так, это не работает, это не работает, а вот это действительно интересно и очень эффективно, ты оставляешь это. То есть, многие какие-то бои, многие моменты тебя постоянно в голове прокручивало, наверное, это тоже очень полезно, очень обязательно, это как, сразу на практике, все просто так, из разряда, что ты чем больше сделаешь, тем вот ты найдешь быстрее решение. Я не думаю, что это, наверное, полезно, это совершенно точно полезно, это, ну, так, если подумать, это кусок адаптации, да, то есть, адаптация быстрая между раундами, средняя между боями в длинном сете и медленно, это вот как раз когда ты там обдумываешь и что-то придумываешь и смотришь уже вне турниров, и она, наверное, одна из самых важных. То есть, если у тебя есть какие-то заготовки такие обдуманные, даже если у тебя нет адаптации между боями и раундами, ты просто как бы вот привез такую вот отлитую форму у себя, и эта форма уже может выступить хорошо, если ты вложился заранее. Так что это, это очень полезно, единственное, что на самом деле это сложно, то есть, вот ты говоришь, ты запоминал, что к чему, по своему опыту скажу, что... Когда ты начинаешь играть, согласись, что для тебя каждый бой уникален, ты чуть ли не каждый момент запоминаешь. Я уже не очень помню, когда я начинал. Не, ну, когда ты играешь там 10 лет, понятно, что как бы ты уже запоминаешь только что-то такое выдающееся и выходящее за рамки. То есть, обычные бои у тебя, ну, прошли и прошли, только результат, собственно говоря, остается какой-то. Вот, а когда поначалу, первые пару лет, я буквально каждое движение помнил, что было. Ну, вот я говорю, это не у всех, так? То есть, это надо все как-то стараться развивать, что у меня, по первости, вообще не было ничего в голове. То есть, как с экзамена выходишь, помнишь, что, возможно, да, бой ты взял, но как взял, даже сколько раундов не всегда помнишь. А вот, знаешь, какие там ситуации были сложны, какие там просты, я это вообще не помню. То есть, тоже это то, на что стоит обратить внимание, запоминать. Даже если вы не думаете о чем, типа, что я могу предложить, мне кажется, полезно тупо просто после боя хотя бы 5 секунд подумать, а почему я проиграл, да? Пару хотя бы моментов закрепить. И это в итоге придет к тому, что, ну, будет что анализировать. Даже без видео. Да-да-да. Прости, что перебил. Боже упаси, только это самое, не винить в поражении один момент. Какой-то ответ. А, ну это да. Это любимая тема некоторых людей. Да у всех. Что там вот, ой, твой супер просто проскочил, из-за этого, собственно говоря, ты выиграл все бои. Вот. Это как-то очень глупо. Это глупо, да, но это такое, по-моему, это очень часто вредная привычка. И еще такая есть тема. Вот я последнее время начал стараться, там, пытаться анализировать, там, свои промахи и так далее. Типа, надо же играть-то лучше. Тупо комбо тренить, это не панацея. И получается так иногда, что, и даже до того, просто, допустим, какой-нибудь технический брак запорол комбо. И как-то начинаешь думать про вот это, да, там, там, это линк или там. Канцелл, я не прав был в том. А так бы довел комбо, и был бы вейк. А по ситуации в игре, ну, ГЛТГ, это же не шахматы, в игре уже просто сажал два миксапа и раунд уже почти кончился. А я все еще думаю о той запор этой комбе. Вот. На фоне этого, да, я подумал, что стоит во время именно схваток с живым оппонентом, по крайней мере, любые свои огрехи, технические, миксапные, заблочил, не заблочил, вообще обдумывать по минимуму, просто по-быстрому скейдывать вящик и следить за текущим моментом. Иначе очень легко на чем-то старом задуматься и насосать. Ну, по крайней мере, нет. Я всегда говорила, что любая запорная, не бывает запорная комб, а бывает переход к сетапу. Ну, кстати, да. И я, правда, это не делаю, но вот Равин, еще один товарищ, с которым мы когда-нибудь побеседуем, он говорил, что в тренинг-моде надо смотреть не только комбу, да, то есть доводить ее до сотки процентов, потому что такого все равно не будет, а смотреть, что будет, если ты дропнул здесь, там, 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 и придумывать что-то, чтобы в бою, когда ты дропнул комбу, то есть вот... Ну, очень часто, да, когда ты даже дропаешь, что ты оказываешься очень выгодной для себя ситуацией. Стренинг-моде, потому что ему надо еще отрекавериться, он обычно, там, в воздухе, да, например, а ты, вот, там, давно отрекаверился, и может, там, нужно с антиером, с выпрышкой, броском, чем угодно. Ну, к этому надо быть готовым, да, это, конечно, ситуация обычно, но если не готовиться к этому, то, опять же, на моем примере, я очень полезен, как плохой пример, это выгодно оттянет эту программу. Короче, если у меня идет дроп-комбы, это прям такой ступор, и что, как так, ах, я так верил в тебя, execution, ты меня так подвел, и все, и, то есть, оппонент, хотя и не в своей ситуации, но зачастую даже ее и в свою пользу реализовал, там, мне что-нибудь впихивал какой-нибудь, там, я не знаю, джамм даст. Ты нашел решение для себя? Нет, пока. Ну, то есть, я стараюсь, да, я вот теперь стараюсь не париться, там, по дропам, потому что все равно в бою ты не будешь execution улучшать, это задача для дома, тренинг-мода, там, приятная музыка, не знаю, чай вкусный, и вот сиди, execution нарабатывай, на турнире, что привез, то привез, или там, в мани-матче, даже на хомфайте. Ну, да, да. Потому что если мозг занят execution, то ты не будешь думать особо о миксапах, о футсе, о мувменте, о адаптации, просто вот в голове так, так, два кик, два хайслэш. Что-то не идет, надо обратить внимание. То есть, вот после боя за эти пять секунд, да, которые, вот, раньше я упомянул, можно что-то какую-то попытаться, ментальную зарубку, типа, поработай на вот такой комбой. Ну, на потом. Ну, вообще, то да, ключевое, вот, если тренинг-мод зашел, в тренинг-моде надо знать, просто узнать себя, там, не то, что может, ты стас комбить, да, например, а просто посмотреть, что, да, такая комба существует, такие там линки есть. То есть, ты будешь, просто, если ты запорол, ты просто знаешь, что там есть, а не так, что, что, может, не так что-то сделать, или что-то такое. Ну, запорол, запорол. Ты должна, что где комбиться, и уже дальше не париться по этому поводу. Ну как, не париться, работать-то надо надо экзекьюшеном? Работать, да, но работать надо вне турниров. Ну да, да, да. И экзекьюшеном. И к тому, что вот, когда, например, тоже стресс-файтер играешь, там бывает такое, что ты как бы, я комблю, а оно не комбится. И сразу в голове такие крутые мысли, а может быть, там что-то не так, может быть, там боксы не такие, там, на самом деле, бинг какой-то там не такой. Я думаю, это просто от освоенности игры. То есть, если ты в игре, там, на начальном-среднем, да, ты можешь думать, что там, а может, тут и комбо-это и нету по этому чару. Но в дальнейшем как-то это, вот такое знание уже остается. Ну, оно, скажу, иногда не так быстро приходит, как Хаси. Ну, короче, в бою не думайте об экзекьюшене, вот вам совет. Да. Так, теперь тренинг-мод ты его упомянул, и это интересная тема. Что ты вообще в тренинге делаешь? Ох, да. Хочу сказать, что вот у меня все вокруг, когда еще времена с Reload'а, слэша и начала АЦ, вот меня спрашивали, собственно говоря, сколько там сидишь тренинг мой, потому что все сидели, было очень модно, такой, все, я пошел в тренинг, как комбы учить. Я просто туда зашел, наверное, за первые 3-4 года существования игры, я, наверное, зашел туда один раз. Не помню, что уже посмотреть я хотел, наверное, точки ФРЦ. Вот, и с тех пор я больше в тренинг-мод просто не заходил. На что я слышал, что, в общем-то, чип персонаж простой, у него ничего не надо задрачивать. Хотя, на самом деле, все, что я учил, я учил либо в бою уже непосредственно с оппонентом, то есть я там не ставил себе задачу, например, победить в какой-то момент, да, была задача проверить, работает ли. То есть да, там тяжело смириться, что там у тебя, ты вроде как бы как-то так боролся, сопротивлялся, в общем, до этого у вас было там на равных, или ты даже чуть-чуть выигрывал, да, а тут ты начинаешь, в общем-то, внули, можно сказать, сливать, просто потому что ты экспериментируешь как-то, да. Но это больше про сетапы, правильно, то есть ты смотришь, работает ли там. Сетапы, комы какие-то, да, 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 да. Вот, все остальное я учил на компьютере. А, то есть ты фигачил там, versus CPU. Да, да, потому что, в общем-то, тот же самый тренинг-мод, но с подвижной целью. На маньяке? На маньяке. Ну, кстати, смотри, вот с компом, когда играешь, проще отрабатывать ситуацию с запор этой комбой и ловлей оппонента после, правильно? Да. Потому что комп же рекаверится, может, влево-вправо, он очень часто запарывает рекавери или позже рекаверится. Как хочет вообще, там вымешивается быстро безумно, то есть пока ты сразу гарантируешь, знаешь, может быть, и нет комбы. Ну да, со стаггером молодец. Так что играйте с компом тоже, но, опять же, смотри, какая тема. Я тоже играл с компом много, да, там, как раз, чтобы ставить так называемое, и, по-моему, неправильно называемое, в баре. Типа вот я попал ударом и реализовывал. Ну, экзекьюшн в том числе. Ну да, то есть именно такой рандомный экзекьюшн. То есть как если в тренинге поставить блок на рандом и стараться комбить только вот когда попал в хит. А с компом еще там всякие ситуативные тейеры и прочее лабуда. Но я как подумал, что такая вот игра с компом, ну комп у него же определенный набор скриптов, да, и их можно как бы считать. И с одной стороны, потом уже, кстати, подумалось, что считка вот комповых скриптов, это как первый шаг в адаптации, да, к считке потом человека. То есть этот шаг полезен и стоит сыграть с компом, чтобы его сетапы понять. Тогда ты сможешь... Да, что-то работает, что-то, конечно, сразу нет. А вот, как раз, проблема у многих, кто отказывается вообще с компьютером тренироваться, там тот же Равен был, да, там Фист. Они говорили, что вот я знаю такой сетап, я сделал его так-то, он на него реагирует так-то, и я его контрю так-то. И, в общем, я когда играю, я по-другому не делаю, потому что я знаю, что это сработает. Ну да, это вот как раз подводный камень, и я подумал, что я на него тоже наткнулся, просто неосознанно потом уже. Что, типа, ты с одной стороны, да, ты научился скачивать, так сказать, оппонента, но с другой стороны, его скачал и реализуешь. И тогда игры с компом теряют смысл. Да, ну, я не знаю, то ли мне персонаж такой, то ли что, почему-то вот я таких скриптов то ли не замечал, то ли как-то вот игнорировал. То есть я акцентирую внимание, именно как-то вот он прыгает, двигается, то есть я не пытался его как-то победить, я пытался отработать какие-то моменты все время. То есть у меня не было задачи его победить любыми способами. Ну, короче, я, Равин и Фист, видимо, играли от оппонента, а ты играл от себя. Так много кто играл, да. Поэтому ты и не уткнулся в эти. Ну да, много, это популярная тема, поэтому... Ну, там бывает еще проблема, что в какой-то момент ты все начинаешь компьютер побеждать, даже не за счет скриптов, а за счет своего умения, там, большого дэмэджа и так далее, да. И такой появляется, такой, все, я все могу, геройский, да. Приходишь с человеком, даже не самым сильным, и сталкиваешься на 3дп, например. Что-то такое. Оно тебя уничтожает, в общем-то. Это может очень резко понизить самооценку в ненужный момент. Ну, это первый барьер соревновательных файтингов, это первый оффлайн-турнир. Какой-то незнакомый чел, каким-то, по твоему мнению, говном тебя кормят. И ты улетаешь из турнира, хотя заплатил 200 рублей. Так, да, что 50, 100 были, там, такие мелочи прекрасные. Ну, по тем временам все равно находились люди, для которых это было слишком дорого. Все студенты, школьники. Сама беда, главное, файтингов. Хотя сейчас средний возраст растет, и, в общем-то, что-то может поменяться, как в американском файтинг-комилете. Ну, да. Японском. Ну, он не то, что растет, просто люди, которые пришли тогда, остаются до сих пор, и они часть комьюнити, и они стареют. То есть, сколько там Алексу Вае уже? Ползас ракет. И там хватает таких. Сака тоже уже, он ребенка прижил. Ну, может, ни одного. Не, вроде первенца. Там была Топанга Лига, и он не поехал, потому что жена была на сносях. Или на сносях. Ладно, я там что-то мог. Короче, не бойтесь взрослеть, оставаясь со старым хобби. Это все так же клево. Вот. Такая, наверное, мысль. Такая вот еще, смотри, тема. У тебя, помимо чипа в ГГ, есть еще Кай. И как бы я его не подкалывал... Недавно. Ну, относительно недавно, но уже года два-три. То есть, под закат АЦ ты взял Кайя. Сабы. Вот. И как бы я его не подкалывал, Кай, в принципе, ну, серьезный. Потому что он последний наш турнир, ты почти всех оппонентов убивал первый бой за Чипа, а потом второй за Кая. И они, как бы, Каю особо сопротивления не оказывали. То есть, ну, чуть больше, чем с Чипом, но все равно проигрывали. Так что, вот такой тебе вопрос на фоне этого всего. С чего, как вообще осваивать нового чара? То есть, многим сейчас в X3, как минимум, придется слизать своих снасиженных Анджи и Робакаев. И, я не знаю, там, Рамлетал Валентайн осваивать. И выбрать, да, какого-то нового персонажа. Так, ну, это мы будем вырезать. Вырезать, вырезать, вырезать. Скайп не выдержал этих откровений. Да, нет, это я очень умный просто. Я слышал звук скайпа и подумал, что это мешает диалогу. Взял, вышел скайп, и я забыл, что мы через скайп трындили. Сейчас я Лерцов пропишу. Так, во. Ну, давай. Нарежешь, если что, да? Да, вопрос там есть, отвечает. Значит, освоение других чаров. Нового персонажа, да. Первое, что в голову приходит, когда начинаешь осваивать своего персонажа нового, не своего, но нового, ты начинаешь что делать? Сравнивать почему-то в первую очередь с плюсами своего предыдущего. Ты начинаешь играть, и, в общем-то, первое, что отталкивает людей, вообще-то изучает нового персонажа, они начинают там что-то делать. Там, например, я брал Кая. У меня первые мысли, ну, какого черта он такой медленный, да? То есть я там сижу в блоке у стены, я не могу вылезти из него, потому что он такой массивный, прыгает низко, двигается там вообще. Я, брат, возвращался на чипы, почему-то так долго осваивал поначалу. Вот. Ты начинаешь как-то так. Блин, ну, вот. Хуже, у него что-то там хуже, да? Потом, наверное, учитывая... Ну, я его взял, потому что у него хорошие приемы, например, в сравнении с тем, что он же типом. То есть он тоже как и чипы. У него специалов? Спешалов, нормалов. У него одни из самых лучших нормалов, как вообще-то известно. Когда засваиваешься с нового персонажа, наверное, стоит оставить только какие-то свои фундаментальные, в первую очередь, наработки, ну, там, понятия игры, и вообще забыть там про сравнение с персонажем. Посмотреть ролик, как играют топовые игроки за него, потому что наверняка на нем уже кто-то играет, и очень круто. Там Мачибу у нас был тот же самый, там. Ну, вот, куча японских игроков. Вот. Посмотрел от них, у них все сетапы. Так, украл, украдненько повторяешь. Думаешь, ну, не просто так они вещи делают. Вот. И потихоньку играешь. Поначалу ты будешь, естественно, сливать. То есть, если ты хорошо научился играть за своего основного, там придется пройти через боль и страдания. Я все больше и больше старался просто играть Каем. Я сначала, поначалу, очень стеснялся брать на турнирах, то есть я играл за него исключительно, там, против слабых игроков, да. Сильных я никогда бы там не взял, потому что... Вот это оттуда, кстати. Выиграть-то хочется. Если ты взял Кай и выиграл, значит, ты издеваешься и принижаешь. Это вот оттуда все. Это оттуда, да. Но надо сказать, что... Вот. И со временем ты как бы начаешь... Все равно там проиграешь, да, в какой-то момент. Тогда, может быть, этот камень, такое проникновение, что ты вот можешь проиграть за него, как бы такой упадет, и ты будешь как бы за него чаще играть за своего второго персонажа. Многие берут второй персонажа зачем? Берут, чтобы бить какие-то матчапы, да, там, неизвестные. Которые ему хорошие, в общем, так сказать. Ну, в ГГ в этом плане... Меньше в этом смысла, конечно. Что-то тоже в стритфайтере. Потому что здесь люди просто, наверное, не по большому слову, там, десятилетиям учат персонажа. Да нет, все проще. Баланс просто лучше. Баланс отличный. Из-за того, что механик много, сложный, в общем-то, все персонажи как-то обходят проблемы все. Да, как гагатники. Если не за счет самого персонажа, то хотя бы там за счет механик, возможно. Поэтому таких проблем нет. Так что здесь имеет смысл второй персонаж брать, только я не знаю. Вот если, например, твой в основном забрали, как в новом ксерде будет у некоторых. Или вот так как мне, в общем-то... Опять же, почему я играю в другие файтинги, да? У меня есть, в общем-то, время, хочется играть в файтаны. Ну, в общем-то, какого-то... В какой-то момент там турниров мало, там, в общем-то, время-то есть. Просто играть на чипе с ботами, там, иногда с людьми тоже скучится. Ну, вот начинаешь брать другого персонажа, либо другие файты. Часто из той же серии примерно. Понятно. Вот. В какой-то момент Кай, вот, мне кажется, что у меня развился приличного уровня, что он может, в общем-то, и наших топовых игроков побеждать. Обея чипа, то есть, если там будет какой-то сложный такой просто матчап безумный, то я, скорее всего, не смогу, там, камбэкнуться, какие-то внезапные вещи крутые сделать, например, за чипа, да? Я знаю, там, все секретики какие-то. Ну, вот. Какие у Кая плохие матчапы, кстати? Да, тяжело сказать. Тяжело сказать, честно говоря. По-моему, это еще один плюс Кая, как такого довольно среднего чара. Вроде персать. У него нет таких матчапов, чтобы нам 7-2, там, ой, 7-3. Да, пожалуй, достаточно, чтобы бороться со всеми. Так ни в голову не приходит, кто ему там слабый такой, кто его бьет, в общем-то. Ну, плюс Эри, по-моему, в принципе, таких матчапов нет. Ну, как, в ГГ, в АЦ, помнится, был матчап Тестамент Заппа, по-моему, японцы его называли худшим и худшим в игре, 8-2, но при этом тот же Митсуруги против топовых тестаментов, там, я не знаю, 50 на 50 играл. Ну, были почти, может, я неправильно помню. Ну, суть в том, что все равно раздавал, и там не было какого-то безнадеги, как смотришь. Ну, в АЦ были плохие матчапы, если тоже брать, например, чипы, то, например, там все еще был огромный дэмэдж, того же слэр, джем, и там дизерейт у джем безумный за счет шарабов, да, и поэтому у него были плохие матчапы, а в АЦ все как-то уравновесили еще лучше. То есть, в АЦ считался хороший баланс, а в АЦ он еще такой, еще более ровный. Не, ну, я к тому и веду, что, как сказать, матчап плохой, но джемов и слэеров, и там, я не знаю, Потемкиных, вот ты в основном пережевывал за чипа, а не брал кай, типа, вот, или там, я не знаю, контрпиков у нас почти, по-моему, никто не делал в ГГ. Нет, 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 не нужно было никому. И именно поэтому надо играть гилтикер. Ну, то, что как в Стритфайтере, он взял бланку, так, я срочно бегу на Хакана. Да, выбрав все любимого персонажа и живи на нем всю жизнь, если только не убрут к Сёрду. И в Тайры, главное в Тайры не смотреть, это как советские газеты перейдут перед завтраком. Не надо их читать. Ну, это прекрасно, можно обсудить за чашечкой чая с компанией. Не, я имею в виду, если уже есть понимание, что это такое, знаешь, как бы, окей, чье там мнение. Ну, ты видишь, по-моему, это такое, получается, что проигроки, они просто и прикалываются, обсуждают, а новички вслушиваются и яростно начинают там лататься. Ну, проблема, то есть обсуждали в Скайпе, всплывало, что у новичка есть такой определенный, как слепок мозга. И на самом деле многие с него начинают. Вот он почитал список всех техник в Гилти Гире, да, его, там, это все же придется затренить. Он, как бы, не понимает, что даже на уровне, там, топ-2 России, топ-3 используется, ну, дай бог, половина. И то это все очень характер-специфик. У кого-то есть жамп-инсталл нужные, у кого-то нет, и даже их. То есть я, например, не жамп-инсталлю ничего. Ну, тебе ничего, по-моему, особо. Ну, там только для комбо. Какие-то супер-специфики комбы по легким. Может быть, да. Но суть в том, что это, как бы, ну, это не надо. И со многим так. А вот для него все эти техники равнозначны, думаю, что им все нужны. И, как бы, вот мы там, ну, не мы, вы, топ-Россия, они прям все могут. И слэшбэкнуть здесь. Могут-могут. Осознанно. Да, потому что, и он так думает, сколько же я все это буду тренить, ну, это в лес. Пойду в стритфайтер. И то же самое с тир-листами. То есть, особенно, если человек поиграл, там, какой-нибудь Marvel, и он смотрит в тир-лист. И там, допустим, Бриджит на самом низу, да, в ОЦ. Плюс-Р не помню. Но в ОЦ он был, типа, дно. Плюс-Р он не дно, но почти. А он, кстати, тоже один из самых слабых. Ну, короче, смотришь на самого нижнего дно. Я за него никогда ни у кого не выиграю, каким бы я ни был молодцом. Нет. И в Сигири совсем не так. Не надо читать. То есть, поиграйте пару лет, посетите несколько турниров, потом откройте тир-лист. Ну, так, что-то я хотел сказать по поводу стритфайтера в этом плане. Да, и, кстати, МГГ в этом плане лучше, потому что он хвалит как-то постепенное изучение, да. То есть, там есть куча техник, но тебе вообще поначалу вообще не нужны техники, да, скажем. Ты просто там учишься вводить нормалы и спешилы. Ну да. И прекрасно, в общем-то. Там потихонечку начинаешь канцелы там учить. Там и самые... То есть, там они как пирамидка идут. Там самые сложные техники, они настолько редко используются. Там тоже слэшбэк вообще не используется практически. Там очень специфично, там, скажем, Потемкина, как часть его усиления обороны. Уфаба. Уфаба. Даже можно конкретно сказать. Вот. То есть, там многие техники, действительно, как пирамидка, они очень редко используются. Там есть основные, там, это РЦ, ФРЦ, да, там самые базовые, такие пирамиды. Но они самые... Они как бы такие понятные. Ты учишься там вначале где-то, да. Потом там постепенно, на самом деле, вот на этой базе уже можно долго-долго играть и как бы не переживать, там, и не учить, да. Учить там больше всего персонажа просто как персонажа. Просто понимать, какие техники тебе как чара нужны, а какие нет. Я к тому, что вот ты изучай вот эту вот пирамидку, в общем-то, усложняешь свой геймплей игры, это тебе воздастся. То есть, тем больше ты вложишь персонажа, тем ты больше изучишь, все это отпрактикуешь, тем он на всю жизнь, так скажем, этот персонаж с тобой останется своими навыками. Чуть будет слабее, годами, если не будешь вообще ничего делать, да. Но он, в общем-то, останется. А в Street Fighter, например, да, там проще начать изучать. Быстро достигнешь такого, что ты можешь делать все, что нужно. Вот. И все. И, то есть, приходя на тот же турнир, ты не сможешь там вылезти до какой-то базы изучения. То есть, нет, там нет такой вот, как это, библиотеки, то есть, там нет такого, что наштишь себе библиотеку, и ты будешь за счет этого как бы хорошо существовать. Даже там на про-уровне, да. Наверное, потому что там просто выше требования. То есть, там меньше всяких опций, но выше требования каждый из них. То есть, там те же футсис намного важнее, чем... Она требует безумного сосредоточения, и как-то в этом плане она уравнивает новичков и не новичков, потому что, в общем-то, они обычно такие яростные, они, да, там хотят там победить. Про там уже немножко уставший, и поэтому бывает проскакивает, что вот... Игроки вроде как послабже, они вот хорошо затаскивают. Ну, не знаю, рассчитывать я бы на это не стал. Ну, совсем очки нет. Надо думать, что вы придете в СФ и замешите, там, не знаю, Гринга или Кеха. Это вам накидают, и еще менее, как бы, с меньшими шансами, чем вы накидали бы в ГГ, возможно. То есть, вы будете сидеть и жрать какой-нибудь вниз сильная рука, и не понимать, что с этим делать совершенно. Потому что, как только вы зашли на дистанцию, вам прилетела рука. Это футсис, детка. Свои сложности. Ну, да. Ну, просто как, да, в ГГ пирамида, я согласен. Если вспомнить, как я, допустим, изучал, сначала тупо, да, слэш-слэш, там, фаербол. Вот мы играли с Томатом, начинали. У него был Соло, у меня был Кай, потому что мы решили не париться, как ты. А так, знаешь, курсор здесь, окей. Я плеер второй, я Кай. Договорились. Вот, и там, значит, у Соло было там слэш-слэш-хай-слэш, три хита, уже ничего. У Кая был слэш-слэш-фаербол. Потому что слэш-слэш-хай-слэш не комбился. И там всякие... Потом уже пошло что-нибудь, типа, там, вот он делает пятку от стены, я понял, что в итоге, что можно супер набрать. То есть я набирал там многоглазие дугу, Рейдзе Лайтинг в эту пятку. Потом я уже в интернете открыл про Роман Кенселы. Ну, это много позже, наверное, начало использоваться. Ну, пара месяцев. Месяц-два, наверное, так. Ну, сначала... И в итоге, короче, как я к слэш-слэшу пришел, я почитал самого простого топ-тир-чара, у которого там самые простые комбы. Ты так его брал? Да. Сначала я взял Потемкина, потому что у него тоже были очень домашние простые комбы, там что-то там... Ну, он бы не был топ-тир. Вниз хай-слэш, и либо лапа вот эта, да, либо супер воздушный. Если с супером, это уже полжизни. И я там покидал немного пенделей томатного, но он взял Потемкина и такими же ужимками меня, короче, наказал что-то там. Слушай, какая-то психологическая борьба была. Да. Ну, то же самое, как бы, друзья играют и хотят побеждать друг друга. Вот. Но когда он меня так Потемкиным напихал, я понял, что хорошо, действительно, на таком уровне любой дурак может. Вот. И стал читать дальше. И начитал, что там слэш, значит, простой. Ну, и опять же, слэш-слэш маппа Roman Cancel. Как раз вот тогда решил его освоить. HSPL Bunker, сколько он там? Полжизни. Красота. Ксерт примерно так же выглядит. Ну, да. Я просто к тому, что и потихоньку так вот нарастала техническая уровень того, что я, собственно, тренил. Да, постепенно. Но за это время ты уже начинал понимать, что именно нужно. Вот к чему. То есть, пока я осваивал там РЦ и Cancel, я не знал даже там о каких-то джамп-онсталах, но мне на тот момент было и не надо. А потом уже, когда я сам захотел, копнул, почитал. Но я, по крайней мере, понял, что для слэвера это, в общем, не надо. И так с тех пор и не умею нифига. Ну, я как, если надо, в тренинге какой-нибудь простой пример сделаю, но так как комп нету с его использованием, тут какую-нибудь сложную компу с джампом встала мне. Даже не попытаюсь. В общем, мы ушли от чего-то. Я забыл первоначальный вопрос. Я тоже, да. А, они же у меня записаны. Нет, чуть левые. Что-то, по-моему, про Кая дальше разговаривает. А, про освоение чаров. Ну, в общем, вот так вот, да. Берите чара. Если сегил сегир, берите, который вам нравится, потому что контрпикать бессмысленно. Начинайте с базы. Спешалы и нормалы. Нормалы, кстати, очень важно посмотреть. Если сливаете, значит, сами виноваты. Они еще не доросли. Но и бояться. Выше тренироваться. Помните всегда, что мы даже не в аркадах. Мы играем бесплатно. Проигрыши ничего вам не стоят. Не надо бояться проигрывать. Это, кстати, ну, не знаю, как у тебя. Давайте я сначала расскажу, как у меня. Ты мне скажешь, как у тебя. Давай. Так ведь и вата. Ну, для меня как бы проигрыши, да, даже когда мы играем там по онлайну, или пьяные ночью и на хомфайте, или еще чего-нибудь. Все равно как бы проигрыш, это как же так? Я должен выигрывать. То есть проигрыши, ну, очень-очень долгое время воспринимались именно вот так, как негативный большой ноль. Я проиграл. Поэтому, когда там было несколько проигрышей подряд, там уже все рушится. Ну, его нахрен. Что, я в шахматы не пошел? И так далее. А на этом фоне ты проигрываешь еще больше. И получалось иногда, что как бы с хомфайта едешь, вроде как общался с друзьями и занимался любимым делом. Думаю, я ищу как-то плеванный. Вот. Поэтому я, ну, в рамках всех этих переосмыслений и переоценок файтингов, подумал, что как бы проигрыш это, ну, такая у меня теория теперь. Победа, да, это единица. Да? Ну, как бы от нуля до единицы, если взять. И, допустим, но слив никогда не бывает полным нулем, даже если это дабл перфект. То есть, если ты смотрел в экран и что-то жал, это уже не ноль. Это как бы крадиент. И чем ближе ты был к победе, тем этот крадиент ближе к этой единичке. Ты можешь как бы проиграть с одной стороны, но с другой стороны ты почти выиграл, и это как бы, ну, это приятно. Всегда плюс. Да, и ты все равно в плюсе, потому что, тем более, если, ну, файтинг это что? Это инструмент получения компетишна. Мы с этого почти начали. Вот. Компетишна нету, если ты выигрываешь 30-0. Есть скука, и, скорее всего, ты делаешь это одними и теми же штуками. А тогда это не очень понятно зачем. А если ты с трудом проиграл или с трудом выиграл, это вот как раз компетишн. Значит, это ты делаешь то, ради чего ты играешь. Вот такая логика. Интересно. Интересно. Ну, потому что, допустим, вот мы с тобой играли, да, на позапрошлом турнире. На этом тоже я. Я брал у тебя бой? Или раунд? Ладно, этот я не помню вообще. Ну, да. Вообще, раунд, по-моему, брал. Слишком я в сетки смотрел. Главное, что такая против меня не взял. А вот на позапрошлом... Не хотелось. Иногда чувствую, что хочется, а вот не хотелось. На позапрошлом мы там что-то в финале лузеров встретились. О, и я у тебя взял один бой, один отдал, и в последнем бою у нас было по раунду, и так все ровно. И то есть, я проиграл, остался третьим, но у меня был огромный взгляд позитива, потому что я почти выиграл. И там были близкие раунды у меня. Реализовывал там миксапы, которые я там придумал и так далее. Панишал за что-то. И хотя я проиграл, на самом деле я большой молодец. Вот. Беспленно. Особенно сравнивая, как это было все раньше, согласись. Ну да. Раньше это было... То есть ты проходил далеко, правильно? Но ты проходил это нестабильно, и как ты... За счет чего-то... И мне кажется, ты сам просто не верил в то, что тебе казалось, что там третьи места, вторые, которые там занимались командой, что это все равно плохо. Очень сложно себя гладить по голове за победу команды. У меня там было пару уловок, потому что я затащил тот бой, который принес второй, а не третий, и поэтому я собираю кубок. Но команда это команда. А так в синглах у меня было все печально. Но ты как к этим проигрышам относишься? То есть напомним слушателям, что Гога, хотя и весь такой крутан, но тоже проигрывает иногда? Иногда проигрывает, да. Ну, начнем с того, что мне повезло, что я проигрываю намного меньше, чем выигрываю. Поэтому вроде бы как бы не сильно расстраиваюсь. Вот. Подожди, подожди. Но ты же начал с того, что ты проигрываешь с Фистом, и он больше выигрывал. Нет, проигрывать начнем с того, что это всегда неприятно. То есть один-два раза проиграл, это еще как-то можно что-то испытать, да? А проигрывать там пять раз подряд, например, это уже неприятно. Даже если ты выиграл до этого пять раз подряд, как ты себе объясняешь? Когда мы начинали только играть, я старался вообще как бы не думать о поражении, как в чем-то таком. Тогда я много проигрывал, со мной веркил, я помню, когда он меня там в нуле просто выдирал. Я тогда старался сосредоточиться на отдельных моментах. То есть я проигрываю, у меня была такая каша, у меня просто бьют, бьют, бьют. И что, окей, то есть не будем воспринимать, как это целый бой, будем смотреть момент. Вот там у меня, например, он мне делал ногу постоянно, вот от стены, это как его, рейнштамп. Рейнштамп, да. Рейнштамп. Вот. У меня этот урлар жутко бессил, он с него выходил на камбу все время, там больно было и так далее. Ну вот, надо что-то делать. Вот. Тогда мне как раз открылась сила вперед панча, там, я спер у него технику хайджампа с дастом. То есть я начинал даже, я вообще всегда, на самом деле, начинал немножко пародировать противника. То есть если я сам, у меня не своих идей, например, то я просто смотрел, что делает противник, даже если за другого персонажа. Там хайджампы, например, с дастом, какие-то вперед панчи везде. То есть я пытался, даже может повторить его движение каким-то, даже за свой персонаж, хоть у нас пассажа разные совершенно. Я пытался какую-то такую зеркальную, по телу борца что ли, то есть как-то, если я начну делать примерно то же самое, значит тоже должен как-то работать. Вот. Ну вот и говорю, я разбивал на моменты, то есть я, как-то поражение. Ну то есть пока ты осознанно понимал, что ты вот сейчас еще нуб... Слаб, слаб и нет. Ну растешь, то есть да, еще вот... Ты проигрышем и вообще не парился. И только когда уже остался... Мне было неприятно, я обижался. Я старался обижаться... Да, кстати, ключевой момент, что я старался обижаться не на соперника, как это в общем-то принято, да. У некоторых там сразу-то мэго, но вообще как-то такое воспитание у людей. И если я там, например, проигрываю, то это моя беда, правильно? То есть я считал, что значит я что-то делаю не так, значит мне надо что-то изучить, что-то понять. И противник, в общем-то, он молодец. То есть, конечно, мне тяжело это было признавать, но надо было признать, что он крутан. Раз он побеждает, значит он делает что-то круто, что-то правильное. Вот. И тогда, в общем-то, вот этого нету, такого вот осадочка, такого сильного, который тебя тянет вниз психологически в это время. И наоборот, что-то толкает вперед. Я просто замечал за многими, что они реально начинают просто длиться на соседа. Да. Вот он виноват в твоих всех этих несчастьях. Хотя он просто делает то, что может. Мне далеко ходить не надо, я сам так делал до недавних времен. Так, наверное, большинство делает. Вы не заметите. Да, потому что есть определенное, когда особенно ты уже давно в файтингах, я 5 лет играю, тыры-пыры, есть определенное представление о том, с кем ты должен играть хорошо, с кем плохо. Да, развивается такое, да. Оно очень необоснованно зачастую развивается, и когда ситуация на экране не соответствует, это генерит дополнительный батхёрт. То есть и так проигрывать это неприятно, и если у тебя там какой-нибудь неправильный подход к делу вдвойне неприятно, а тут еще вот это несоответствие втройне. И все, ты потек. А как бы насчет обиды на человека еще есть такая тема, типа он меня убил говном, да. Типа да он меня замешал. У тебя есть микрофон, как-то беда, подойди поближе. Да, а вот сейчас? Творишь ты. Нормуль? Получше, да. Ну что-то как будто ты отдалился немножко. Ну ладно. Ну а тебе нормально. Вырежем при монтаже. Так, да, то есть человек тебя может победить какой-нибудь рандомный херой с твоей точки зрения. Может быть даже с его. То есть, ну не мне тебе рассказывать про Дасты на вейкапе, но... Но да. Да, и именно это как бы ты сидишь такой, я там типа ждал чего-нибудь умного, а он мне такое засунул. И вот как бы что я, так сказать, понял совсем недавно, что если это на тебе сработало, значит это хорошая умная опция. Да, почему-то противник не сильно стимулируется менять ее. То есть, ему начинает нравиться, если она часто работает. Даже если она глупая. Ну да, понимаешь, твоя задача, вот правильно ты сказал, что если ты проиграл, то ты проиграл. Если тебя убили чем-то с твоей точки зрения рандомным, глупым, значит ты не сконтрил, что вдвойне неправильно, с учетом того, что это рандомно и глупо. А так совершенно нельзя хейтить, допустим, тебя за даст на вейкапе или там кого угодно за супер на вейкапе. Надо наказывать. Если можешь, избегать, если нет. А иначе, ну, противник молодец, он нашел опцию, которая работает на тебе. Все. И это на самом деле помогло мне вот такое сознание. То есть, суть по тому, что ты сказал, тоже злишься, ты в первую очередь на несоответственность. Ты сам придумываешь, сам потом злишься. То есть, если ты заранее не вешал какие-то штабы на вот этот бой, грубо говоря, то, скорее всего, он пойдет более как-то гладко для тебя, то есть, более разумно. Ты даже что-то вынесешь из этого боя. Ну, во-первых, Во-вторых, вот именно нельзя оценивать чужие опции. Просто. То есть, как, то есть, оценивать ты можешь и на основании этого, допустим, предиктить, будет она или нет. Но называть работающие вещи рандомными или плохими нельзя. Если они работают, они хорошие. Вот такая идея у меня. Ну, они становятся плохими, когда противно начинают проигрывать капитально, делая одно и то же. Но тогда ты уже не можешь на него злиться. То есть, ты можешь так по-доброму говоришь, давай там, типа, расти там над собой. Но это не бадхёрд. Такие люди не пишут хейт-мейлы. Может быть, напишут там, чувак, посмотри на ютубе бои такого игрока или ещё что-нибудь. Но они не будут писать, ааа, чтоб ты сгорел при пожаре. Вот. То есть, это... Панкалалайка. Да, это злость, но это совсем не та злость. Вот. Теперь про адаптацию. Обида за уровень, обида за развитие. Ну, это такая обида, несерьёзная. То есть, ну, всерьёз. Ты же играл со мной все эти годы и терпел. Не, понимаешь, побеждать как-то не бывает плохо. Ну, да, поэтому, да, даже если ты 30 раз выдрал его за одну и ту же ошибку, ну, ты же выдрал его. В любом случае. Эндорфин-то не ушёл никуда. Вот. Так вот, да, адаптация. Ну, вот между боями адаптацию мы уже немного обсудили, в том плане, что после боя, может быть, чуть-чуть подумал, почему ты проиграл, вот ты говоришь, что ты там обдумывал какие-то опции, это такая длительная, месяцами может адаптация идти. Вот, между, допустим, боями, да, хотя бы в течение мани-матча, то, может, они у нас станут популярными с ростом их выхода. Да. Ну, это же хайп. Вот, а там нужна такая адаптация между боями. И мне, как она видится, я опять сначала расскажу, что я придумал, в том, спрашиваю, что ты думаешь. Что, ну, как бы, результат победы в бою зависит от того, ну, я вот выделил три такие темы. Это передвижение, футси, и экзекьюшн в плане комп. Вот. Ну, и миксап еще, да, четвертом. Точно, четыре. Прям, work in progress. Вот. Вот. И, как бы, если ты бой проиграл, то перед следующим можно что-то в одной из этих точек поменять. То есть, ты можешь подумать, как бы, почему я проиграл из-за мувмента, из-за футси, экзекьюшн или миксапа. Ну, экзекьюшн, ладно, менять между боями нельзя. Мне тяжело, да. Все остальные, вот, все остальные три штуки можно пересмотреть. То есть, мувмент. Возможно, ты мало вообще двигаешься или слишком много. То есть, так чуть-чуть вспомнил. Набегал на нормалы, может быть, попробовать посидеть, да. И наоборот, очень много жрал миксапов, скорее всего, ты сидел в блоке, как, не знаю, черепушка, черепашка-ниндзя. Можно начать двигаться, да. Вот. То есть, мувмент, Между боями можно так понять и что-то сделать. Потом футси, опять же, может быть, твой любимый нормал, там, вот, ты привык во всех матчапах махать хсом, да, как веником. А в этом матчапе ты очень много получал за этот хс. Так, раз между боями пересмотрел, и хс так отодвинул более задний план. Вот. То есть, футси тоже можешь поменять. И миксапы тоже. То есть, так подумал, делаю ли я их в принципе. Ну, сейчас еще отдельно обсудим. Там, может быть, добавить даст миксап, вспомнить про командный бросок, тикс этапы попробовать в следующем бою. Вот. То есть, и мне кажется, если вот как бы бой проигран, надо вот взять и хотя бы в одной из этих точек, которая кажется, ну, которая кажется важной в данном столкновении, что-то в одной из этих точек поменять. Слушай, если ты выигрываешь, там стоит корректировать немножко. Ну, это да, но это сложнее. То есть, когда человек проиграл, он уже понимает, беда, надо срочно что-то думать. Вот. Я согласен, да, когда выиграл, если ты... На равных особенно идешь, там на сопле выиграл, то это, в общем-то, как-то ненадежно совсем. Ну, по градиенте ты выиграл, но человек был к тебе близок. Он уже почти на твоей единице. Вот. Ну, да, и если... Ну, то есть, окей, после каждого боя взять вот одно из таких мест, которое кажется наиболее важным с этим оппонентом, и что-то поменять. Вот. Как тебе такая идея? Ну, очень математически понятная модель, интересная, наверное. Не, ну, математически там это надо какие-нибудь коэффициенты, полезности, опции. Ну, просто, допустим, вот если ты вроде как миксапил, да, пару дастов присунул и бросил, в миксапах, значит, все более-менее, да, не будем их трогать, времени немного. Потом мувмент, вот, наверное, это я и поменяю. И начинаешь больше бегать, но в остальных точках, как бы, без изменений. И может так сработать. Вот, если на ГГ это проектировать, то у меня складываются такие две ситуации, эти нейтрально противоположные. То есть, противники очень часто, они, те, которые, как бы, там, не супер-про, например, ну, просто очень сильные игроки, у них обычно есть какая-то склонность, там, либо больше к обороне, либо больше к атаке, вот, так сказать, к мэшу. Вот, обычно, когда начинаешь драться, да, с противником, ты первым делом анализируешь, к чему он больше склонен. То есть, например, человек какой-нибудь там любит махать, у него крутые нормалы, спешилы, он им мажет постоянно, и ты, как бы, начинаешь огребать за ним в какой-то момент. Ты начинаешь там больше сидеть в блоке, например, или набрать, пытаешь переплощить его сильные поки, да. То есть, когда он начинает видеть, что ты, как бы, передавил, да, со своими футисами, мументами, короче, он начинает немножко больше сидеть, то есть, как бы, потому что тебе не дают подойти, потому что он что-то обязательно в них мэшит, правильно? Ты, как бы, можно я тебе объясню, как человек, которого постоянно так затыкают, и он забыл про миксапы, тут больше просто тупо, потому что ты слетел с привычной колеи, да, то есть, особенно вот, играми с компом, и со слабыми, со средними соперниками, у тебя есть какой-то вот флоу. Ты даришь. Флоу, бой за боем, бой за боем, и обычно выигрываешь, а тут флоу просто сломан, все, и работает, и именно ты как бы сидишь в обломках этого корыта, и жрешь миксапы, не потому что ты и сам ничего не делаешь, а просто в таком шоке, это как шок, по сути. По-разному бывает, например, вот часто соперник, наоборот, сидит, в блоке, там, за потемки, там, за ком можно посидеть, и ты, в общем-то, а ты пытаешься, как бы, его почтить задалека, да, то есть, ты машешь нормальный, вокруг него, там, как бы, боишься подойти, как по привычке, а он все блочит, короче, он тебя выигрывает за счет этого, тут ты начинаешь понимать, что у тебя, оказывается, есть какой-нибудь оверхед, какой-нибудь вблизи, или там, даст, там, бросок командный, короче, ты начинаешь его использовать, партийник, когда там пару раз его словит, он так понимает, ага, что-то как-то, блок уже не такой идеальный, вот, хотя он на реакцию до этого все блочил, он начинает там мументы какие-то делать, тогда у него открываются новые опции, собственно говоря, ты можешь уже его перебивать, потому что он пытается уже что-то воткнуть, это как бы идеальный, считаю, что ты описываешь, это идеальный, это идеальный, это вот эти вот две вещи, они очень быстро, просто на про-уровне, очень быстро, динамично меняются, и у тебя твоя задача, именно как бы, садаптироваться, что в данный момент должно сработать, да, ну вот, мне кажется, что если так вот по этим точкам, которые я придумал, или не придумал, фигачить, то, по крайней мере, ты будешь двигаться в каком-то направлении, да, в правильном, то есть ты как бы представляешь, момент ты тоже как бы делишь на пассивный, активный, очень динамичный, да, там, футси, там, это очень-очень общая категория, просто, как, это простой паттерн, потому что, когда ты, ну, в цитноте боя, никакие сложные конструкции, меня, например, вообще не вспоминаются, да, тут вот тупо, три точки, три слова, а от них уже мозг по привычке оттолкнется, вот по мыслям, там, агрессивный, пассивный, там, как им нормалом помахать, побольше попробовать и так далее, но главное запустить эту фигню, потому что, там, я не знаю, 8 первых лет, 7 первых лет, между боями в голове особо ничего, кроме там, если проиграл, ну, там, что-нибудь типа, ах, он засранец, никаких попыток изменить, то есть попытки изменить, это только, вот это вот, самая медленная адаптация, в лучшем случае, если я что-то там пытался в тренинге, но это месяцами между турниров, на самом турнире, принес, вот как каравай, вот он не сработал и все. Да, ну, я понимаю, да, то есть, удар, который, вроде как, до этого работал на всех твоих любимых друзьях, он почему-то, вот, в этом матчае, с этим человеком, он, как бы, перестает работать, он тоже ХС, как бы, выделял, такое бывает, действительно, это зависит от, собственно говоря, самого противника, может быть, там, более высокого уровня, он, как бы, и вообще, не закомплексован твоим ХСом, реально не работает, и ты должен вовремя это отметить, и понять, а что, почему ты использовал ХС, что он там перекрывает, какие удары есть, которые, как бы, не перекрывают, скажем, ХС, а не перекрывают какие-то другие опции, да, например, может, они сработают, начинаешь, как бы, экспериментировать, и, я думаю, что, в общем-то, из-за того, что вариаций не так много, ты рано или поздно найдешь что-то, что работает, да? Не, но ты описываешь как бы идеальную ситуацию, человек ищет, я тебе говорю, ну, я, например, не искал, не искал, да, то есть, вот, тупо ХС не работает, я его отжал все там два боя, вылетел из турнира, мы сейчас как раз говорим, что надо что-то менять, вот эта схемь, вот это, потому что надо, ну, просто это надо запустить, то есть, то, что для тебя, вот это естественно, ты описываешь уже сам процесс мысли, я тебе, хочу сказать, что есть люди, совершенно точно, кроме меня, и я был таким, сложно запустить сам процесс после боя, то есть, просто вообще, хотя бы подумать, что что-то надо менять, а не просто там сидеть и губы дуть, ну, хотя бы, да, между боями, если уж во время не успеваешь, вот, да, ну, ну, собственно говоря, какой-то совет должны родить, или что? Вот он совет, заставляйте себя, это, сдвигается с мертвой точки, мне кажется, я уже, ну, проще мне об этом думать, иногда даже во время боя, вот, то есть, тупо, мувмент, футсис, миксап, что-нибудь одно надо поменять, что, это уж сами думаете, ну, что, файтинг игра для умных, такая, конечно, шахмата же, почти, там, ты сказал, что ГГ уже, как бы, не шахматы вам, а тут, ну, да, это быстрее, и опций больше чуть-чуть, и компьютер еще, как человека не победил, отличает, всяких там, ну, есть плюс, да, не надо думать, там, за 10 шагов вперед, ну, вообще надо, за 10, ну, не за 10, но проще, я еще не дошел до таких степеней просветления, даже еще, чтобы, как бы, обдумывать, ой, обдумывать шаги противника, сейчас, насколько шагов вперед думать, да, во, я думаю, что какой-нибудь Джастин Вонг, уже думает на пару-тройку, опций вперед, то есть, выстраивает, это если противник достойный, а не живет, первый попавшийся, да, достойных, он сливает какой-нибудь там, я не знаю, скриптом одним, он его запускает в начале раунда, и просто, я не знаю, может там, анекдоты вспоминать веселые, руки сами убьют нуба, и пойдут дальше, это уже, я думаю, это, микрофон отдалился опять, господи, боже мой, я думаю, за десятки тысяч матчей, он наиграл так, что, уже нубов, он, ну, не выходя из сна, может убивать, вот, но это, как бы, это потом само откроется, я думаю, если расти в правильном направлении, правильный, там, вширь, вширь, да, то, в итоге начнешь предрекать ей, на два-три шага вперед, если, если это будет действительно нужно, вот, про миксапы, есть у меня такая тема, тоже, из недавнего, переобдуманного, то есть, я напридумывал очень много умных идей, но, очень, не сильно лучше стал играть, поэтому я решил поделиться ими с людьми, вдруг кому-то побольше, поможет, поделиться какой-нибудь хотя бы одну, интересно, вот, про миксап, да, ну, все, что я до этого говорил, это тоже все, в основном, из позднего, и тоже из не очень помогшего, мне, по крайней мере, в плане турниров, хотя, третье место взял, вот, значит, миксапы, ну, то есть, да, там, все знают, если в свой чарах хоть чуть-чуть, там, типа, даст, да, там, какой-нибудь вперед кик, ну, там, оверхеды и броски, и, допустим, даже в видео смотрели сетапы, то есть, там, не знаю, вниз кик даст, и вниз панч, бросок, да, предположим, вот он эти два миксапа запомнил, и, да, и, как бы, ну, подразумевает, что его чара не есть, но, если посмотреть боевое видео этого человека, опять, на себя опираюсь, получается, что миксапа он знает, но не делает, то есть, в бою, когда, вот именно, особенно на турнирах, мозг, ну, вот с этой привычной конвой, опять же, он прыгает, вот в эти, ну, в лыжню, по сути, и по этой лыжне шпарит, а в лыжне, нету затренинных этих миксапов, поэтому миксапов нет, то есть, и на фоне этого, очень рождаются, пардон, это собака, поддерживаются мифы, типа, даст медленный, поэтому он не будет работать, он не работает у тебя, потому что ты его не нажимаешь никогда, вот, то есть, я теперь в тренинге, стараюсь, когда треню, тренить еще и вариативность миксапа, то есть, у меня есть всякие миксапы, и я, ну, именно в тренинге, осознанно сижу, иногда, надо чаще, чтобы делать разные опции каждый раз, то есть, вот комп там сидит или стоит, я ему там, допустим, низких даст, потом тут же, следующая комбаса, вперед кикап, потом я там, тик бросок, и стараюсь, чтобы была вариативность постоянно, а уже от вариативности, ну, и продолжаю в комбо там, то есть, заодно экзекьюшн, и, мне кажется, так нарабатываются определенные скрипты, которые, даже когда мозг частично отключается, да, вот в этом, панике турнирной, остаются, и у тебя остаются миксапы, и тогда, ну, собственно, за счет чего я в плюсере побеждаю, это именно миксапы, что комбо я парю, как косолапый, вот, но и там, вперед кики, укусы, там, удивляют, это удивительно, очень круто работает, вот, хотя, так посмотреть по фреймдате, вперед кик медленный, ну, достаточно, умилей намного быстрее, даст тоже достаточно медленный, вот, и все такое прочее, но тут главное, то есть, все опции почти, или почти все, хороши, то есть, даст, оверхед с любой скоростью полезен, или там, командный бросок не может быть бесполезен, бросок тоже, то есть, все это просто надо приучить себя использовать, а потом приучить миксапить, и вот это уже миксап, низких даст, это не миксап, когда ты делаешь разные вещи, это миксап, то есть, потому что у меня было, ну, серьезно, я знал миксапы, но не делал, это как-то очень странно разъединил, то есть, ты говоришь, что ты вроде тренил низких даст, да, но на турнире у тебя этого скрипта не существовало, хотя ты его вроде как готовил, потому что я не готовил как опцию, то есть, это было просто, как вот я сижу в комбе, низких даст, низких даст, низких даст, да, там вот, ну, вот, то, что называется задрочкой, то есть, одна и та же комбо, пока меня не устроит, там, какой-то промежуточный результат, а вот теперь я делаю как, низких даст потом, допустим, другой комбо стартер, другой комбо стартер, то high, то low и так далее, да, да, они все, ну, они все комбо стартер, поэтому они все одинаково опасны, вот, и в тренинге не то, что вот сегодня я, там, пять минут сначала осваиваю комбо с вниз кика, потом с кика и так далее, не, а просто вот такой кашей, то одну, то другую, и тогда так же примерно будешь и в бою, и вот тогда оппоненту будет тяжелее тебя угадать, а так иначе осваивал комбо, я как, допустим, час потреднил комбо с вниз даст РЦ, ХС, там, да, и уже вот это окончание я добивал в тот час, и все, и это как бы одна такая монолитный брусок, там нет никакой вариативности, и как бы креативное дело мозга, может, и не включался, и это и не отложилось как миксап, и то же самое потом вот на чимпах, да, когда я говорю, что не делал миксап, вот у меня есть там вперед кик всегда, в углу особенно, да, до сих пор это еще отголоски слышны, но тогда вообще всегда, потому что я тренил в углу вперед кик в комбо, вот, и поэтому в углу уже вниз даст, там или укус, уже нет ничего, вперед кик, а значит его заблочат, даже если он будет очень быстрым. Я понял твою идею, да, но тут опять же, я хотел бы выделить такой специфический момент, как ты делаешь непредсказуемый миксап какой-нибудь, да, там, оверхед или лол, когда противник вот сидит, то как бы вот, скажем, на вейке, он гадает, да, он не видит там, то есть ты делаешь не прям, там, в мите, да, он ждет в мите, но он не видит какого-то стартапа, то есть он же вот-вот, он уже встал, да, ему надо что-то делать, а ты до сих пор еще как бы не сделал ничего, то, что его рода миксап, вот, и начинаешь с каким-то опозданием делать, там, например, вперед кик, да, он там радуется, как бы там, еле-еле успевает его заблочить, да, он присел по привычке, что там все на вейке там садятся, если они не видят там верхеда очевидного, он там заблочит его на реакцию, потому что надо понимать, что большинство там верхедов, они больше на реакцию, это нормально, вот, он радуется, то есть, вот, как бы там, штаны менять не надо, но, в общем-то, как-то, немножко для налички его жахнул, заблочил, да, и дальше, например, сам просто, наверное, миксал какой-то там укус, например, да, сделать, просто потому что он, он только радуется тому, что там предыдущий заблочил, еще пока не придумал, что делать дальше, да, а тут у тебя какой-то такой вот бросок, в общем-то, и не лол, и не оверхед. Да, согласен. Или ты там телепортируешься за спину, то есть, он как бы, он уже не ждал такого резкого поворота следующих событий. Ну да, это, согласен, это важный элемент, это, поэтому же важны быстрые удары, кстати, мне кажется, в игре, то есть, допустим, какой-нибудь вниз панч, может быть, как комбо-стартер, это не важно, ну, допустим, прорейтит страшно, или еще что-нибудь, но, если он быстрый, и он сажает оппонента в блок, он тут же переключает мышление человека, с атаку, сбивает его стол, он как бы думал, что он знает, что ты будешь делать, а тут у него все сломалось, короче. Я блочу, мне пора блочить, что дальше, это неопределенности, и тогда начинают работать более медленные, там, более опасные опции. Да, 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 слэр новый за счет этого очень хорошо вылазит, потому что у него куча вариаций, и если, сам игрок, в общем-то, такой не растерявшийся парень, рубаха. Ну, это самое главное. И, кстати, на фоне этого же, я еще такую для себя штуку, ну, как вот, когда в бою делаешь клевую комбу, допустим, дамажную, то есть определенный, конечно, такой, ну, приятно это, приятно, ради этого во многом и играем, да, в чем-то. Я как бы решил, что удавшийся миксап, особенно какой-нибудь интересный, да, это то же самое, по сути, это как полная большая комба. Даже если миксап какой-нибудь не очень важный, но он внезапный и, допустим, не избитый, да, то есть он удивил оппонента. Это, мне кажется, таким же приятным событием для игрока, как и сделанная комба. надо просто противнику все время показывать, что, вероятно, у тебя мкуча, и он тогда меньше отдает, как бы, это самое, своим мыслям, вот эти вот процессы, как бы, как это называется. В общем, меньше начинает думать о твоих более опасных опциях, и это очень важно, безумно важно. Вот. И они тогда больше вероятности могут сработать, потом, в дальнейшем. еще такую тему, тоже в миксапах, тоже за собой заметил, но это уже больше на хомфайтах, когда долго играешь с человеком. Допустим, там, в первом бою, ты ему пару раз попытался засетапить даст. Один раз он заблочил, один раз он и вовсе тебе туда дп набрал. Вот. И есть такая тема, что ты думаешь, так, все, даст не работает, это двигаешь его, ну, не просто там, знаешь, снизил приоритет, или там, отложил на раунд, вообще, все. На этот вечер даст, а больше нет. Что естественно. И так пара опций, ну, отвалилась, осталась там одна, и, соответственно, тебя все отчитают. Бывает такое психологическое обрубание опций. Да, и мне это тоже кажется важным, надо как-то для себя понять, что, если миксап работал всегда, работает более или менее часто, он, в принципе, не может быть бесполезным, может быть, на раунд снизить его приоритет, и так далее. Я подумаю, как он может преподнести такое, неожиданным образом. Да. Или в той же ситуации, в следующий раз сделать что-то другое, но этот миксап нельзя исключать из рациона, а даже наоборот, сосредоточиться как-то чуть-чуть на том, чтобы не забыть. Особенно в длинных сетах типа мани-матчей. Мани-матч это, по-моему, там в какой-то момент такой мыслительный процесс идет, люди, ух. Ну там, да, но это на самом деле круто. То есть, по сути, ну вот, последний турнир у нас был, СПБ Версус, и там играл оверкил с Брокен Анджелом до пяти, и там сначала Брокен взял четыре подряд, потом килл делает мощный камбэк и берет пять. Да, там, наверное, было масса всяких эмоций. А играли, ну, с одной стороны, на тысячу рублей, много, да, тысячу, в магазин можно сходить. Ну да, да, да. С другой стороны, последний турнир у нас был когда? В декабре? Месяца два назад. В декабре? Да, наверное, а мы не устраивали в начале, по-моему, в феврале что-то было еще, нет? В феврале? Нет. А может быть? Ну, короче, давно уже не было турниров, больше месяца точно. Что такое тысяча в месяц? А эмоции они оба хлебнули. Я вам не могу сказать. Можно пересмотреть видео, кто не в курсе. посмотрите, на ютубе где-то есть. Вообще, я сказал, что последний турнир в плане такого уровня очень-очень-очень достойно. То есть, я бы даже не постеснялся покинуть японцев показывать, скажем, вот можем так. Они, конечно, вряд ли были поражены, но, по крайней мере, было бы не стыдно совершенно. Но там совпало, как у нас, у нас все по чем-то разными вещами увлечены, да, то есть, все пришли на турниры такими свеженькими, вроде еще ничего не забыто, но и неосточертело играть все такие пришли. Многим, он килл даже тренился, стал чаще в онлайн-нибудь, там, фрейгер вычитал, да. Он начал сейчас активно вылазать, то есть, куда еще чаще. Ну, вот, Летоном перед турниром активизировался, то есть, он-то на турнир готовился, и я думаю, Летон готовился, я готовился, но я слегка график, конечно, со своей ногой сломанной подсажил, вот, но я тоже даже, все равно, даже с этой фигней, играл побольше, и в тренинге посиживал перед турниром, тоже. Так что, народ-то готовится. Да. Есть, конечно, всякие редиски, которые даже не участвуют, но приходят. Ну, от старички, может, выдернет эксерт. Мы-то кто? 8 лет, блин, обсуждаем, сколько, как там было в 2004-м. Вы чуть-чуть, чуть-чуть моложе их. Вот такое. Короче, просто, можете, я не знаю, почему Феррт не играл, и Айс. А, я знаю, но мне кажется, это не тема для... Да? Ну, ладно. Будем надеяться, все-таки, эта тема уйдет в эксерде. И вообще, я все жду и надеюсь, вроде бы, что-то проглядывается у японцев, то, что, никакие старички вернутся, которые там прекратили во времена ЦР играть, еще в АЦ. Типа новые? Да, да, чтобы появиться те, кто вот закатают новых. Тоже Мачибу, извините меня, по-моему, когда он появился, в АЦ только, или в СЛОШе. Слушай, не знаю. Про релот я вообще не слышал про него. У меня очень плохо с японскими отцами. Я даже за слоеров не всех знаю. Ну, какие-то знаешь. Вот. По-моему, он появился реально вот... Наверное, в АЦ он уже начал как бы всех драйв там второй год, да, где-то. Наверное, он чуть пораньше появился. Ну, слушай, да. По-моему, в каждой версии были какие-то там, ну, хотя бы пара Крутанов, которые с этой версии стартанули. И вот сейчас там наш папка Агава, да, ничего с ним не мог сделать. Конечно, СОЛ сильным надо отдать должное. Но как бы, с другой стороны, СОЛов-то много, да, Мачибу как бы дерет единственный, кто так капитально все. А так всегда почти. Ну, вот смотри, даже в том же Экс энд Коре, когда был Эдди таким, типа, С-тиром, но все равно было... Да, у него только два игрока реально. Была Агава, и все, а остальные уже всегда смотришь. Что там с Эдл? Иса еще был неплох. Иса как-то, не знаю, я, конечно, может не прав, но по-моему, так слегка... Он был очень агрессивный, он у него... Нет, я к тому, что он недолго был крутым. Он был крутым, но потом быстро как-то... С другой стороны, вон народ из Японии, кстати, говорит, что то, что мы смотрим видосы, да, даже вот сейчас, когда они активизировались, типа, Эксердовских, это все там, ну, мизерное, меньше там 5% того, что происходит. Ну, это логично, конечно, сколько там тех аркад. Вот, и типа мы, даже с нашими базами отцов, которых мы видим, там, в Микадо, в Ачо и так далее, все это, типа там, треть, дай бог. Это японцы говорят? Ну, которые... Америкосы из дослупа, которые там живут. Ага. Вот, ну, то есть, опять же, да, зачастую, когда там смотришь, 23 против 23, когда они там, префектурами сражаются, да, я обычно там, ну, я знаю там, трех-четырех человек из этой команды. Что это за Аксель? Аксель-то крутой, уж не просто так туда взяли. Ну, не знаю, я бы сказал, что там процентов 80-90 знакомых лиц. А те, которые мы не знаем, они обычно долго не держатся. О, кстати, интересная прочисленность из темы. Вот, ты бы как больше хотел? Огромное комьюнити, как в Японии, где реально тысячи там, игроков активных, и топ, топ, прям реально топ. Но тебе, чтобы быть там, я не знаю, даже в мид, в мидтирах, надо часами каждый день играть, ходить в аркаду, да? прям реально часами, реально. Это как бы вопрос именно ко мне, то есть про меня, да? Мне... Или комьюнити небольшая, да, ну, допустим, как в Америке. Как есть у нас, да? Нет, как у нас, это труп комьюнити. как в Америке. А в Америке, думаю, что лучше, больше. Да, да. Через до сих пор сайд-эвенты на мейджор-турнирах по гилдтиберу сыграли. сколько передний час? 70 человек приходит? Да. Кошмар. То есть вот, допустим, на всю... Ну, там намного тухлеще у нас все происходит. Мне кажется, от Штатов зависит. Есть Штаты с хорошим. Ну, дослуг же кто-то заполняет. Ну, там и наши наши... Там бразильцы, которые, в общем-то, никто не знают. Нет, бразильцы там комбо-видео выкладывают, Харакей пишет всю теорию, а американцы обсуждают матчапы. А, это они любят, да. В общем, можно. Про комьюнити, да? Да, лично мне, АГГ, это, в общем-то, главное такое хобби, главная дисциплина. Мне, конечно, в общем-то, я оценю себя в общем-то, хорошо играющего игрока. Ну, игрока, да. Мне хотелось бы, конечно, больше сильных. То есть у меня, в общем-то, японский, так сказать, подход, менталитет, количество людей, да, меня бы устроило. То есть это бы влияло на какое-то еще развитие. В общем-то, я продолжал бы, в общем-то, играть так же интенсивно, еще больше. И мне было бы интересно, в общем. А в плане того, что для новичков, я не знаю. Не, ну, новичков, это чужая душа потемки. Просто я бы, например, мне бы, ну, согласись, все равно, как бы, даже сравнивать с той же Дотой, там, тысячи играющих в Японии, как бы, там, сотни, которые мы можем перечислить, которые активно наиболее, да, которых там, на турнирах везде светятся. Вот они, как бы, ну, сотни, ну, что такое сотни, по сравнению, с 10 тысяч, там, дотеров, да, Не, ну, дот, это, мы тут файтеры. Первый вопрос. Ну, там тоже, посмотри, те же самые аркадные автоматы, тоже, Микадо, все время светятся одни и те же лица. там, да, их там играет не 10 человек, там, скажем, 50. Нет, про то, что им проценты, это я имел ввиду, не просто, помимо Микадо, есть куча аркад с крутанами, которые просто не вкладывают видео. они тоже там, они иногда ездят друг к другу в гости, то есть меняют. и вот иногда, как бы, видишь, какого-нибудь человека, я вот, например, его не знаю, он просто из другой аркады. Он такой же крутан, как и есть. Со временем учатся ребята эти, которые особенно активно начинают, там, выигрывать у других крутанов. То есть, ты обычно запоминаешь кого? Ты знаешь крутанов, и ты узнаешь новых крутанов, которые победили, в общем, там, новички, которые победили, например, да, вот этих крутанов. То есть, так вот. Для тебя новички, вот в том и дело. Для тебя они новички, да. Ну, ты видишь, о, победил, там еще одного победил, но он их валит, короче, значит, он крутан, ты его запоминаешь. Ждешь от него чего-то такого невероятного в будущем. Ну, все равно, то есть, да, мне хотелось бы, чтобы как в Японии. Окей. Просто я не считаю, что там настолько заоблачное количество людей, особенно в пределах одной аркады. Да нет, премьера Elven Shadow показывает, наверное, что не обязательно обладать там, я не знаю, раскосыми глазами, чтобы быть крутаном, потому что... Там же, когда мы приезжали еще в 2010 году, нам же сказал, уже Elven Shadow, по-моему, что, скажем, вот вы крутаны, да, среди своих, вас там немного, конечно, вы как бы крутаны, вы развиваете, вы хотите там, лучшим, да. Вот если вы приехали в Японию, у вас бы это заняло какое-то время, но вы бы жили в этой среде, то вы бы, даже здесь, были бы крутанами на общем уровне. Просто потому, что у вас, как бы, есть тенденция. Наверное, те же рычаги заставили бы дойти до того же уровня. Да, да, да. То есть, если я что-то заставил в таком маленьком комьюнити копошиться и как бы тащиться. Это на самом деле очень глубокую мысль-то сейчас родил. Если вы хотите расти как файтеры, вам надо заодно растить свое комьюнити. Потому что именно над ним вы хотите возвышаться. Если комьюнити лежит в канаве, как я не знаю, какую бы такую игру-то обосрать. Ладно, не будем. С другой стороны, файтинг это все-таки какой-то андеграунд. Андеграунд, а то и андеграунд, что в общем-то не будет. Ну так тем проще помогать комьюнити. Да, но этим мы, по-моему, и занимаемся по-стану. Ты привел к себе, не знаю, на чимпы двух новых человек, ты уже там почти уполторил количество участников. Это вот твой рост. Или там твой верный соперник начал в РЦ делать, вот тебе рост. И так везде. То есть, вы не можете расти в жало. Ну то есть, как, вот ты, допустим, дошел, да, там был период, когда ты просто всех выигрывал. Ну когда-то тебя, в общем-то, там приехать в Москву это что-то заоблачное, там увидеть новых игроков. В общем-то, у тебя перед глазами это как этот туман войны, да, то есть, ты знаешь, что там можно раздвигаться, и ты вот изучил свой маленький ягушатник и хочется дальше, дальше, дальше. Ну не всем. Во-первых, давай так, тебе хочется, многим нет. Поэтому на заграничные чимпы многие не ездят не потому, что у них нет денег или возможности, а типа, ну это огромное вложение непонятно во что, что им не близко. Ну вот, не, я к тому, что смотри, вот был период, да, когда там, до 12-го что ли, МФА, когда ты все выигрывал по ГГ, в основном только ты, с какими-то редкими отступами. И, ну на самом деле, ты же особо, когда вышел вот на эту ГГамонию, ты, по сути, расти особо перестал, потому что зачем? Ну, я пошел в Street Fighter изучать. Ну да, то есть, в ГГ все, комьюнити догоняйте, а я попью чаек, а что-то как-то никто нифига не догонял все эти годами, вот, и ты запился чаек до Blast Blue, Street Fighter, и кайф. Вот, хотя, ты и пытался растить комьюнити, я помню. Не, ну, в общем, я никогда не пытался сдавать позиции. Мне всегда было интересно оставаться вообще наверху до какого-то момента. Ну да, ну просто, если никто не пихает, то зачем что-то осваивать? Да. Ну, да, пожалуй. Вот. А сейчас, вон тебя спихнули, даже тему по чипу создал. Да, видишь, мы турниры, мне кажется, мы как-то стареем в хорошем смысле. У нас появились возможности, которые не были. мы стали растить комьюнити, и прошедший чем тебе понравился уровнем скилла. Да, мне кажется, все очень молодцы. Там даже новички, которые пришли, даже дядь Бу, который приехал, показал им плохие вещи. Мне понравилась, кстати, идея с новичком турниром. Ну, в общем, мне тоже просто надо чуть-чуть нормально реализовать. Да, вот это. А так, да. Не все там, кто хотел поучаствовать, поучаствовал, не все понимали, что там приз оказывается есть. в общем-то как-то так. Да, да. Ну, что сделать, сайд-эвент слепленный на коленке. Ну, все равно удался. Да. Что самое приятное. Это да. Может, Дред теперь вернется в файтинге. Хотел, да, чемпион Дред теперь. А то, он видит, аверкил, оказывается, страдает, что нет у нас других солов клевых. Страдает? Я не слышал это. Ну, как, я там когда ныл, что там, эээ, можешь соло взять, все равно, он говорит, о, был там, допустим, был Хахэпи, как минимум, то есть, такой же мастодонт. И они вот с друг с другом там, обсуждали, спорили там, как там делать то-то. Вот так, нет, вот так. Солидностью мерились. Да, и это типа, ну, естественно, это интересно. Вот. А с тех пор как-то, ну, Дред, да, но, видимо, ну, и опять же, Дред уже много лет, как инактив. Человек, хотелось бы, то есть, можно расти не только над комьюнити, но и хочется, допустим, вот хочется быть лучшим там, солом. А их там два, и они тоже крутаны. И вот тебе дополнительная мотивация, то есть, не просто всех драть, а быть лучшим солом. Вот, видишь, каждому свою, да, такой дополнительный какой-то стил. Ну, его наличие, это хорошо, а не плохо. Вот для чего. Ну, по той же причине, там были игроки, которые брали чипы, например, Мамидомар был такой, да, и, в общем-то, его вот это вот психологическое давление, что он там не может стать самым лучшим чипом, заставил его там сменить сначала на миль, а потом вообще как-то... Ну, это, по-моему, закат его уже был. Да, ну, может быть. Не, я не думаю, что тут дело только в том, что он не смог стать... Наоборот, он хотел стать лучшим чипом, и поэтому его чип был намного хуже твоего в итоге, перед тем, как он его дропил. Ну, да, ему хватало, хватало, чтобы турнир брать. Вот, да. А это, ну, значит, он... Ну, да, наверное, ты прав. Это не чип чуть хуже моего. Кстати, я вот хотел... У тебя там еще есть вопросики какие-нибудь? Да, ну, один, да. Я думаю, что он может закругляться. Давайте, просто хотел попросить там, может быть, про турнир сказать, потому что, например, написать немножко лениво. Давай вот, хотел, может быть, словами. Он быстрый, я там не буду мыслить, подрелывать течь. Что ты думаешь о Терекрафте, ну, там, что вообще полезнее, видосы, фреймдата, хипблоксы. Что, полезны эти данные или нет? Конечно. Но я скажу банально, что надо чередовать. Где-то вот ролик я смотрел на HitConfirm, сейчас выкладывает, по-моему, про то, как надо правильно там видео изучать, как надо там... То есть там они говорят, что вот ты идешь в видео, смотришь видео, что-то конкретное, да, по своему персонажу идешь в тренинг, в практику там с соперниками, проверяешь. Что-то, где опять вопросы зарождаются, идешь в видео, то есть, там же фреймдата тоже самое, то есть, это все есть и чередовать нужными пропорциями, а не засиживаться, скажем, только смотреть видео, или только читать фреймдату и пытаться им манипулировать везде на всем, там, садишься играть, чуть-чуть, и там, пытаешься людям рассказать, как у тебя замечательная фреймдата, ну, куда вы все лезете и так. Да, кстати, это минус теорий крафта, я согласен. Вот, такие люди зашиваются, поэтому надо просто все чередовать и всему, как бы, понимать, что оно все примерно назначено и нужно, то есть, например, ну, понятно, что если ты там на начальном уровне, тебе это все, наверное, там, те же фреймдаты тебе не интересны, может, ты сначала можешь игнорировать ее, но если ты хочешь дальше развиваться, да, в какой-то момент, там, над противниками, там, подниматься, то тебе придется обратить внимание на нее, хочешь ты этого или нет, почитать. Ну да. И так же с видосами, никто тебе видосы на любом уровне не запрещает смотреть, все равно ты на начальном уровне не сможешь их правильно анонизировать, они там будут как букет раскрываться перед тобой там со временем, смотришь, играешь, смотришь, играешь, чередуешь. Надо бы найти будут эти видосы, кто их не смотрел, они явно умные, перевести может даже. А, да, это который там, AirDash Academy. А, это вот это? Окей. Да, 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 там очень познавательно, очень интересно. Будет еще одним кирпичом в Рост Комьюнити. А так, все, давай про Чамп потрендим. Ох. Что ты думаешь о Чампе? Понравился? Я считаю, во-первых, во-первых, самое главное, особенно, что я еще нигде не сделал, не сказал, не написал, я хотел бы поблагодарить тебя, как главного организатора этого чемпионата, то есть, да, там помогала куча народу, и все они супер молодцы, мы их всех вспомним, а там и плох, и мое участие, да, 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 но главный, главный, так сказать, голова всего этого, главная движуха, кто, кто, собственно говоря, затеял, объявил призы, везде слово, это, говоря, ты, Бобр, и я тебе хотел бы выразить огромную благодарность за это, без тебя бы этого чемпа не было, мы бы сидели дальше ждали, когда там кто-то где-то разродится, может быть, это даже хроник был бы, да, может, этого и не было бы никак, то есть, мы у нас, может, сейчас сидеть бы дальше без чемпа, без каких-то надежд, и народ бы там угасал в Dark Souls, и во втором дальше, вот, как главная звезда, во-вторых, в общем, конечно же, хотелось бы поблагодарить людей, которые там пришли, приехали из других городов, то есть, как уже вспоминались монструозов, минчан, которые, несмотря на все эти политические терки сейчас, вот, идущие во всем мире, там, в общем-то, на шедшее время, желания, в общем, давно не играли ребята, просто приехать даже там, поучаствовать, потусить, посмотреть, что-то там, посмотреть iMax, что-то такое, приехали на машине втроем, очень здорово, они на машине, да, они на машине, то есть, они там, на турнире, перед турниром, они сутки не спали, не ехали на машине, звери, у меня выспали, сказали, с утра проснулись, сказали, вот, у нас мечта была попасть в iMax, они ушли в iMax, но было здорово, вот, мы там хорошо посидели, вот, приехали ребята из Москвы, которым, как бы, полегче добираться, но, опять же, тоже, Белагин, Тома, звери, просто там, кто еще приехал из Москвы у нас, Глеб, Яппа, о, да, 33 файточек, причем, одни из сильнейших, московских, 3 файточек, приехали к нам, вообще стыдно за нашу софе комьюнити, хорошо, хоть там, РЗН пришел с, с Упримом, да, ну да, причем, РЗН не собирался особо, участвовать, да, новички пришли, то есть, а все остальные, как-то, я не знаю, у меня сложилось впечатление, что питерского софе комьюнити нет, но вот то, что приехали московские, я прям безумно благодарен, я прям, вот, попросил приезжайте в гости, потому что, мне было стыдно, например, отпустить их, например, чтобы они просто приехали, там, поиграли двумя игроками, там, несколько поел, и уехали, хотелось, чтобы компенсировать, там, Суприм позвал, чтобы побольше поиграли, там, даже Хроник там выполз, бедняк наш, безденежный, вот, тогда они супергиганты, опять же, приехал час, час еще занял второе место, да, не ошибаюсь, гигант, всем напихал, да, вот, час какой-то у нас парень такой тихий, он как Дайга, он ищет себе соперников везде, надо отдать ему должное, что его активность, она поражает, то есть, ты о нем, может быть, там даже не знаешь, потому что многие переспрашивают, а кто это такой вообще, да, с учет того, что это вообще второе место МФА, и он, на самом деле, сейчас чуть ли не самый активный такой, иногородица, который, я так понимаю, не очень сильная комьюнити в городе, и он ездит там в Москву, в Питер на турниры, на обычные турниры, просто, города. по-моему, он же ездит немного, да, да, они устраивают турниры, но говорят, там больше новички какие-то, то есть, там были активные товарищи, но все повымерли, он и в Чебо постоянно ездит. В Чебо, то есть, человек просто безумно активен. Самый главный езду на России. И надо отдать должное, не зря, судя по результатам совершенно. Ну да, почему он плохой. Как все его там не халили иногда, что, ой, час опять своими фуджинами везде лезет, да. Это опять к этому, лезет, ну, работают, значит, правильно лезет. Да, да, да. То есть, да, там бывает, его пару раз наказывают, но почему-то опять потом сжирают, непонятно ничего. Там это вспоминает уже финал с... Я думаю, кстати, знаешь, почему сжирают? Это вот потому, что как бы два раза наказал, и думаешь, ну, теперь-то он уже не полезет. То есть, такой небольшой мейнгейм. Плохая психология. Ну, это уже как бы тут надо читать. Это тема, я не знаю. Ну, хуже, по-моему. Из тех вещей, которые как бы тебе... Ты ее ждешь, ты ее, грубо говоря, ждешь, да, он ее делает, и там дальше минус. То есть, как бы, любое продолжение, там, оно... Во-первых, надо быть готовым. Надо быть готовым, да. Ну, ладно, мне там... Да, час крутан. Час крутан. И приехало два человека из Омска. А, ну, да, да, да. Они два шиноби просто там. Они не файтили, они там только смотрели? Файтер, но в этот раз они не участвовали, они фотографировали. Где фотографии надо им. Да, товарищи, башни. Если вы слушаете, срочно оплывайте. Да, то есть, супер молодцы, хоть и не участвовали. В общем, у нас безумно богатая география была в этот раз. За счет этого мы набрали нужное количество людей, за счет этого был компетишен, было весело, и как-то вот свежо, и очень здорово. Есть у нас новички некоторые, их немного, но очень приятные. На самом деле, смотри, приехало много народу, не очень типичная ситуация, да, но, это опять же, просто вопрос того, что сейчас народ уже взрослый, с работой. Для работающего человека раз в три месяца выехать в Питер или в Москву, из Питера или Москвы, ну, крест на крест, в общем-то, да, это легко. Особенно, если нет там, не знаю, грудниковых детей и собак. Взял, так поехал. Потому что, все равно там все свои уже, да, вот в этом плюс маленького комьюнити. Ты едешь в Москву, все равно там все свои, ты их знаешь, они тебя знают, вы общаетесь. Там, В форуме, и ВКонтакте, и тыры-пыры. И ты едешь, по сути, к друзьям, ты с этими друзьями целый день занимаешься любимым делом и едешь домой. За, что там, 3000 рублей? Ну и всякие, там всякие дополнительные усиления. Я имею в виду, что даже если ты приехал, тупо пофайтил и уехал, все равно ты, ну, с приятными тебе в основном людьми занимался приятным тебе в основном делом. Да, да, да. Особенно, когда это не очень часто, это, по-моему, очень здорово. Это особенно так вот, запоминается. То есть, это, ну, не те деньги. Вот, когда все были в школах, да, допустим, в Москву выбораться было тяжело. Хотя, я в основном тогда и ездил. Ну, мы в институте уже, но тем не менее. Ну вот. Ты бы сейчас, я думаю, тоже бы поедел, если бы как-то было бы куда. наверное, сейчас. Сейчас, начнем. Как начнут платить за больничный? Так сразу. А, и как чипы в Москве появятся? Да, да, да. Не знаю, вот, может, я вдохновил биологину в этот раз. Что-нибудь проведет там. Может, нет? Равен на МФА вдохновить. Там какой-то город, где черная дыра втягивает в себя файтерский энтузиазм. Шарайн туда уехал, и все. Готовится. Ну, комбомовик делает, мы это слышим. Да. Ждем. Ждем. В онлайне он все, не появляется вообще теперь. Никакие хомфайты он там, в этом видео не проводит, особо не мешит, и все. Человек больше считает, не ггшник. Эх. Не ездите в Москву. То есть, ну, на чипы, да, но потом возвращайтесь домой. Да. Вот, так что, и, как я уже сказал, вернее, опять этого самого турнира. Последние, какие-то заключительные слова, собственно говоря, то, что у нас все приехали, все люди молодцы, новички участвовали, не стеснялись, сейчас пытаются как-то влиться в комьюнити после даже турнира как-то более активно. Я просто сказал, что такое там, были там вот, фума, да, нон у нас, ребята, вы там приехали, полгода в Питере живете, ну, чего вы как-то, я вижу, что у вас есть желание, вы очень сильно изменили, как минимум вы определились с дисциплиной, да, и уже кучу там даже научились делать. Давайте к нам, в там, в конфу там и так далее. Не пропадайте. То есть затягиваем, ребят, здесь что-то. Подсаживай. Приживутся. Первых пять раундов бесплатно. Да. И, опять же, вот говорю, не знаю, как так звезды сложились, общий уровень игры, что Street Fighter, что BG, даже новичковый турнир, он был просто отличным. То есть не просто даже хорошим, то есть не то, что весь топ, там практически 10 человек, грубо говоря, они там на уровне безумного были. Каждый сыграл практически на максимум свои возможности на данный момент, что очень здорово было. Да. Ничего не мешало. То есть финалы были отличные, полуфиналы, там до финала было куча боев интересных совершенно, даже первые бои были. Не знаю, мне прям смотришь и там были крутые моменты, решения, то есть там мало того, что запоры были, то есть делать сложные вещи, делать простые вещи, почти мало запарывалось относительно. Были неординарные даже какие-то решения, ситуации, которых тоже игроки выходили очень достойно. Прямо из-за этого здорово. Я восхищен. Я уже несколько раз пересматривал ролики. Наверное, это еще не в последнюю очередь опять твоим комментариям и комментариям Лито, который тоже здорово влился. Да. Лито вообще молодец. Он и КГ затринял, и коммитит, и стримит. Ну, у него бывает. У него бывает по настроению не очень, как бы там, что-то бубнит тихонечко, а бывает, как на турнире в этот раз он такой бодрячком. Да. Очень весело было. Посмеялись все от души. То есть, вместе с комментариями смотреть вот это русскому человеку и на этот уровень прям загляденье. Я уже два раза почти полностью пересматривал. Я рад. Я очень рад. И, собственно говоря, результат, конечно, меня обои радуют очень сильно. Да, результат. Ну, что, в топ-3 все те, кто могут быть в топ-3. Главное, что на самом деле там еще в топ-3 могут попасть намного больше игроков. Да, в этом и прелесть. Когда в турнире уже столько людей, что явно в топ-3 кто-то не попадет из тех, кто достоин быть, кто-то предназначает, что турнир хороший. Расширение. Расширились. Ну да, ну вот, рост комьюнити. Будем надеяться и сегодняшней беседы. Кто-нибудь что-нибудь вынесет для себя и станет еще круче. Спасибо тебе за беседу. У тебя есть еще что-нибудь сказать умное? Или даже просто хорошее? Ну, хорошее. Можно походить в инициативу вот этого вот подкаста. Да, да, подкаста. Отличная идея. Сейчас, может быть, пока это такой вот какой-то картины яркой не даст. Может, кто-то заснет еще на первые 10 минутах. Может, кто-то... этим людям сам не по пути в любом случае. Однако, я вижу в этом какое-то потенциально интересное развитие. То есть, может быть, он даже не может преобразоваться в какой-то другой вид. У меня там бывают идеи насчет видео-подкастов с какими-то вырезками из турниров крутых, последних, актуальных. То есть, смысл может быть обсуждать. Это возрождение чего-то возможно потенциально очень интересного. Да. И в таком виде даже. Оно очень может быть интересно. Очень бы хотелось услышать кучу людей, какие-то обсуждения, сложить из вас что-то, может быть, единое, может быть, потом тематично как-то это разделить. Будет очень здорово послушать. Ну, это как пойдет. А так, я тему создам. В дальнейшем будем собирать вопросы из народа к участникам. Это, естественно, не последний раз, если это все не загнется. Да. Может, мы придумаем как-то больше людей подключать, плюс как-то интерактивности добавить. Больше людей, понимаешь, вот так мы по тренделе, конечно, долго, может, ты устал, но с другой стороны полноценно. А так, в скайпе 3-4 аудио разом. Ну, может быть. Но, опять же, экспериментировать, посмотрим. В общем, все, спасибо. Всем спасибо. Надеюсь, что-то интересное услышали, узнали, и энтузиазм не погас. А наоборот разгорелся. Все, играйте в ГГ.